Значит, находит его очень просто. Значит, смотрите, ромб это у нас вот. Это вот у нас, да? Значит, вот это вот у нас нижняя часть ромба, да? Это место, где сходятся ягодички, да? Нижняя часть ромба. Вот эти вот боковые, вот эти вот боковые ямочки, к сожалению, с годами они стираются. По мере того, как наша поясница меняет свои свойства, становится все старее и старее, у многих эти ямочки исчезают. Вот, но, но у многих они и сохраняются. Здесь, по крайней мере, они хорошо выражены. Вот. И мы строим вот такой вот нижний треугольничек, да? Он очень легко выстраивается. Мысленно вверх достраиваем такой же. Это очень просто. Чем что-то там вверху искать, там у нас жира полно, да? Вниз и вверх. Потом, чтобы нам сейчас не отвлекаться, мы сразу как бы вот покажем на ком-то все генитальные зоны. Вот это вот так называемый ромб Михаэлиса. Так вот, весь ромб Михаэлиса, он, значит, смотрите, нижняя его часть – это крестец и копчик. Нижняя часть, нижний треугольничек этого ромба – это крестец и копчик. А верхняя часть этого ромба, верхняя часть этого ромба – это нижние поясничные позвоночки. Л3, Л4, Л5. Л3, Л4, Л5. Вот. Таким образом, это как раз та зона, из которой осуществляется иннервация малого таза. Та зона, из которой осуществляется иннервация наших гениталий – женских, мужских, неважно. Это нижние Л3, Л4, Л5, да? И это крестцово-копчиковое сочленение и копчик, самый весь крестец. Вот. Поэтому, значит, таким образом весь ромб Михаэлиса мы будем с вами брать пьявками. Это зона сзади, со спины. Вот. Ну и, наконец, мы дошли до самого такого вот важного. Так. Значит, ну вот эта промежность есть у вас на диске, как бы, да, хотя мне ее по ошибке компьютерщики сделали. Ну, неважно. В общем, самая, как бы, вот вершина всего, вершина вашего мастерства, как при генекологической постановке, будет постановка пьявок на промежность и внутрь на шейку матки. Очень много, мало кто из докторов это умеет делать. Вы знаете, ну, вплоть до того, что даже многим даже не доверяют. Вот я, например, знаю, что есть медицинский центр «Квадро», где прям вот одна доктор только делает, а остальным делает. Он говорит, я вас уверяю, ничего сложного в этом нет. Научиться этому можно очень просто, и даже не надо для этого быть гинекологом и даже, собственно говоря, врачом. Ну, конечно, какие-то знания элементарные по анатомии надо иметь, безусловно. Итак, значит, постановка на промежность. Женская промежность. Мы сейчас говорим о гинекологии, поэтому женская промежность. Значит, влагалище. Схематически рисуем малые половые губы и большие половые губы. Схематический рисунок. Здесь у нас клитор, уретра и анус. То есть вот женщина у нас вот так вот лежит на спине. Значит, вот это вот место между задним сводом влагалища и вот здесь анус, и анусом, да, мы помним, что это точка ВС1, первая точка серединного меридиана. Что вперед, что назад, это ВС1. Мы помним, что это первая чакра, да, поэтому всегда, когда делаем постановку гинекологическую генитальную у мужчин или у женщин, естественно, это делается, женщина кладется в положение, как на гинекологическом кресле. То есть она лежит на спине. Вот сюда подложена прокладка или памперс. Она на нем уже лежит, уже лежит. Ноги согнуты в коленях. Ничего под таз подкладывать не надо, и так все прекрасно видно. Значит, пьявок мы начинаем ставить снизу. Почему? Хвосты, свисая, будут мешать ставить более верхние. Значит, первая пьявочка ставится на ВС1. На ВС1. Это площадочка, находящаяся между... У нее даже вот, видите, здесь на рисунке, я вам потом выпущу, видна, как такая средняя линия нарисованная, как бы, да? Но у женщин, которых рожали, очень часто там разрывы, очень часто там бывали швы, зашивали. Ее найти очень просто. Эту зону, область и так далее. Подхода к ней два. Один вот такой, а второй, когда на анус ставим. Я вам расскажу потом, как на анус ставить пьявок. Вот. Значит, ставим сюда. Далее. Далее ставим на малые половые губы. Малые половые губы обязательно ставим по одной пьявочке. Почему? Связь с маткой непосредственно они имеют. Непосредственно с маткой. Ставим на нижнюю треть или нижнюю половину по одной пьявочке. Опять же, видите, мы поставили хвостики вниз. Поэтому, чтобы нам не мешать, следующие у нас будут малые половые губы. Вот эти три основные точки, да? Даже если вы ограничитесь ими, уже будет хорошо. Но желательно поставить на внутреннюю поверхность больших половых губ. Тоже мысленно делим их пополам. И на нижнюю половину или нижнюю треть больших половых губ тоже ставим по одной пьявочке. Вот. Пять пьявок. Одна ВЦ1. Две на малые и две на большие. Право-лево. Если есть необходимость циститы, да? Пролечить циститы. Пожалуйста, на выход, на открывающийся канал уретры. Пожалуйста, поставьте пьявочку. Или рядом с ней. Там же рядом находится клитор. Ничего не повредим, только лучше сделаем. Улучшить кровообращение клитора, лечение фригидности. Кстати, у меня был один курсант, когда-то давно, лет 5 назад, который сказал, что он лечил женщину фригидность постановкой пьявок на клитор. Это, конечно, очень больно. Ну, может быть, он не на сам клитор ставил. Действительно, вот, как бы, это реальные результаты. Конечно, конечно, зона. Да, совершенно верно. Вот, таким образом, значит, мы эту зону, понятно, да, как она ставится, да? И, наконец, внутри влагалищная постановка. Вот, а внутри влагалищная постановка, она, конечно, понятно, что не все из этой аудитории ее будут делать. Вот, но все-таки знать теорию вы должны. Вот, и, может быть, кто-то и будет. Значит, если так же точно кладется женщина, точно так же, вот, желательно иметь какое-то местное освещение, может быть, какой-то фонарик, да? Лучше всего, если это, конечно, лерингологический такой фонарик, он у вас прямо вот уже на голове, да? Но не обязательно. Значит, зеркала одноразовые продаются везде, и медицинские центры все закупают. Значит, можно его смазать маслом, вводится он в закрытом виде. Я обычно вожу не так, потому что человек лежит, и это будет мешать. Я обычно вожу вот так, вверх вот этой вот рогулькой. Разницы никакой, абсолютно. Точно так же раскрывает. Ввели закрытый, раскрыли так, чтобы женщине не было больно, поискали шейку матки, поискали, да? И дальше вот так вот его зафиксировали. Вот тут вот такая вот штучка поворачивается. Все, да? Дальше два варианта постановки пиявок. Два варианта. Первый вариант, самый простой, который я практикую многие годы. Значит, это берется шприц 10-граммовый. Вот опять мы со шприцом, видите, как я в перерыве опять шприц не взяла. Помнишь, что что-то забыла? 10-граммовый шприц, отрезается у него крайняя часть. Туда кладется пиявки, значит, закладываются пиявки по счету, по счету. Записывайте. Положила 5 пиявок. Или записали, или отметили. И вводится этот шприц туда до конца, вслепую. Пиявки прикрепляются кто куда. Кто к шейке матки, могут все к шейке прикрепиться, это тогда супер. Кто прикрепляется вот здесь вот сбоку своды влагалища, да? Кто-то на боковые прикрепляется. Кто куда. Кто-то выползает. Значит, теперь очень важный момент. Выползла, отметили, 5 минус 2. Так, 2 выползла. Три штучки осталось, прикрепилось. Вы тремя не удовлетворены. Значит, вы вынимаете шприц, выдавливаете поршнем, хвосты им отрываете, вынимаете шприц, и туда кладется, например, еще 5. И снова туда вводите. Так, из второй партии 5, например, прикрепилось 2. Значит, там было 3 плюс 2, и того у меня 5. Отметили. Почему? Вы знаете, ну действительно, у меня был случай, когда просто я забыла там пьявку. Не потому что я там такая растрепа, они же там, понимаете как, они насасываются кровью. И естественным образом выпадают сами, выходят сами. А если образовался сгусток, а сгустки образуются очень часто, сгусток тампонировал эту пьявку, и она выползти уже бедная не может. Женщина, я решила, что все, убрала. Женщина встала, сгусток вывалился, и вместе с ним вышла пьявка. И когда она ехала в метро, она вдруг почувствовала, что что-то там такое шевелится. Для того, чтобы вот этого безобразия, понимаете, не произошло, пожалуйста, считайте. Берете зажим, залезаете туда, этот сгусток вы зажимом вынимаете на памперс, на котором она лежит, и тогда вы увидите дорогую эту пьявку, которая просто реально кровь вот эта вот зажилировавшаяся не дала выползти. И вы ее тоже убираете, либо она выползает сама. Она иногда вместе со сгустком выходит. То есть это такой вот нюанс тонкий. Это первый вариант постановки при помощи шприца. Предположим, это у нас шприц, да? Очень удобный. Второй вариант постановки тоже несложный, но более трудоемкий. Пьявочки берутся зажимчиком, очень нежненько. Не обязательно даже его вот так вот оборачивать. Это уже, понимаете, там инфицированный все-таки, да? Да, все. Ну, можете обернуть, это же один человек. Нежно берутся, вводятся по открытому, значит, зеркалу туда. Ну, тут уже нужно освещение. И ждут пока. Ну, вы представляете, сколько надо раз это сделать, чтобы пять пьявок вести. Это, конечно, супер. Это ювелирно, этим владеют не все. Я больше люблю вот этот ленивый метод. Вы знаете, он прекрасно работает. Когда потом туда заглянешь, вот этот шприц уберешь, да, заглянешь. А, три на шейке, две сбоку. Красота. Вот. Ну, конечно, все по воле Божьей, не по нашей воле уже. Когда мы их держим за хвост и туда приставляем, тут уже мы куда хотим, да. А здесь уже куда они сядут. Но оба варианта имеют право на существование. Оба варианта хорошие, одобренные. И если вы их освоите, я вас уверяю, что в вашем городе или в вашем центре, который вы будете делать, к вам пойдут просто потоком люди. Особенно перед ЭКО, перед экстраперпоральным оплодотворением, да. Особенно при всяких эрозиях, истинных и ложных даже, и даже ложных, хотя ложные, конечно, хуже лечатся. При всевозможных там, ну, всех патологиях и влагалища, и шейки, и самой матки. Вот. Просто это мало кто этим владеет. Просто даже вот на Москву даже не так много специалистов, которые это умеют. Вот. Гинекологи горды тем, что они и так все могут, а гирургологи не все с этим связываются. Значит, понятно, да, как бы понятны зоны. Теперь мы с вами очень много говорили об анусе, да, но до сих пор еще практически не дошли. А как практически делать? Понимаете, тоже очень много ошибок, когда ставят пиявок на анус. Во-первых, неправильно кладут. Почему-то на живот кладут, раздвигают ягодицы. Что еще хуже говорят, держите свои ягодицы. Человек и так весь в нервном этом самом, еще его заставляют там ягодицы держать. Да еще они, если они тяжелые у женщин. Ничего этого не надо. Ничего этого не надо. Значит, если кто-то, я никого раздевать не буду абсолютно, но если кто-то хочет быть моделью, просто показать, как лечь, чтобы нам много не говорить долго. Так, значит, ножки максимально пригнули к животику. Максимально. Отлично. Все. Под, значит, таз подложили, знаете, даже не всегда нужно много. Иногда вот этого хватает. Вот, отлично. Все. Подход замечательный. Мужчина при этом, чтобы он вас не стеснялся, да, он только приснимает плавки. У него даже не видна ни мошонка, ничего. Этого нам всего не надо. Нам нужен только анус. И при этой постановке замечательно берется точка ВЦ1. И у мужчин тоже, кстати, потому что у мужчин между анусом и мошонкой огромное расстояние. Он мошонку приподнял сам своей рукой там или плавками своими, да. Мы одеваем перчатки. Мы берем одноразовый шприц, у которого отрезаем нижнюю часть. Пьявочек мы, естественно, перчатками в этот шприц закладываем. По одной, по одной. И начинаем ставить, начинаем ставить от точки ВЦ1, от точки ВЦ1, к, идем к копчику, краешку, вот хвостику копчика. Проходя при этом анус. На анусе поставьте крестиком или две. Ну вот смотрите, если это, спасибо вам огромное, очень хорошо. Ничего держать не надо, никакие ягодицы. Все и так прекрасно видно. Вот смотрите, если это рисовать, вид сбоку, да, значит, вот человек, значит, вот ягодицы, так условно, вот он лежит, вот под ним подложено, значит, вот смотрите, вот анус, так вот, ну, условно говоря, да, значит, вдоль по складочке две, одна немножечко внутри, пьявочка, вот точка ВЦ1, ВЦ1, вот она там, да. Рядом с нею и рядом с нею еще. То есть перед анусом и после анусом. Вот анус, вот черта, вот копчик, вот копчик. Значит, смотрите, одну тут, одну тут. Можно одну тут, одну тут. Если где-то вылез узел, геморройный, да? Пожалуйста, пьявку на узел ставьте. Узел спадает, человек чувствует огромное облегчение. У меня были пациенты, у которых узлы прямо висели, как грозди. Прямо ставьте, не бойтесь, ставьте на узел. Вы же не им первую постановку лезть на узел, да? Вы уже человека подготовили, вы уже все сосуды размягчили, вы уже с печенью поработали. Пожалуйста, ставьте на узел. Вот. Ну, вот Савинов рекомендует брать крестом. Я с этим вполне согласна. Значит, смотрите, одна пьявочка ВЦ1, здесь еще две по одной, вторая, третья, да? Можно одну на узелочек четвертая, и одну на то место, где копчик упирается как бы вот в мягкие ткани. Вы увидите, вот этот хвостик копчика прямо упирается в мягкие ткани. Вот здесь такое вот это пространство, да? По-моему, Дугласово оно называется пространство. Вот сюда можно одну пьявочку тоже поставить, или на сам краешек, или вот на это мягкое пространство. Там тоже скапливается инфекция, скапливается лимфа, туда тоже поставить. При условии, если вы уже крестец и копчик обрабатывали. Если нет, можно одну непосредственно на копчик поставить. То есть от пяти до семи штучек, как и завещал нам Захарин. Да, ну он не брал анус, тогда было все более скромно. Вот, пять-семь штучек. Очень удобно, хорошо. Дальше пациенту, когда, как его поднимать? Говоришь, я сейчас отвернусь, придерживая памперс, переворачиваете его на спину, на спину. И дальше, если это мужчина, мы выходим, говорим, так, заправьте, пожалуйста, это в плавке. И вышли из кабинета, он сам все делает. Он заправляет в плавке. Если женщина, значит, соответственно, как прокладочку укладывает вот эту вот штуку. И все, и ничего даже бинтовать не надо. Просто. Нужно правильное белье. Вот и все. Еще скажешь про нас на спаечном процессе. Непосредственно спаечном процессе, да? Это операционный спаек. Да, значит, нужно, 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 да, нужно ставить на, если это послеоперационное состояние, вот если брать, как бы, теперь по проблемам, как бы, с какими проблемами можем работать, беря эти зоны. Ну, прежде всего, конечно, это воспалительные заболевания, воспалительных, если говорить, да? Значит, при воспалительных заболеваниях мы ставим на все эти зоны, на все, буквально ни одну не исключая, даже, казалось бы, такую отдаленную, как ромб Михаэлиса, оттуда выходят крестцовые нервы. Мы ставим, смотрите, сейчас я просто покажу, вот это вот, вот, видите, крестец, видите, отверстие, отсюда выходят крестцовые нервы, которые нервируют малый таз. Поэтому нижнюю часть ромба Михаэлиса берем обязательно, спина. Вот, значит, воспалительные заболевания, естественно, нам одних пиявок мало, и поэтому мы, конечно, либо мы ведем совместно с гинекологом, если это, так сказать, разумное такое вот ведение адекватное, да, вот, или мы добавляем травы, трав очень много по гинекологии хороших, обязательно добавляем местное лечение, то есть это лечение внутрь, внутри влагалищное. Это и спринцевание, это и промывание, прямо вот, с кружки эрсмаха промывание большим объемом настоя трав, это и тампоны масляные, ну, в общем, разные варианты, завтра об этом будем говорить. Вот, и, значит, естественно, это борьба со спайками как следствие воспаления, да, потому что спаечный процесс, он является результатом воспалительного процесса. Но тут, чем раньше начнем, тем лучше, но даже старые спайки, и те рассасываются, даже старые. По этим зонам абсолютно, желательно с небольшим, хотя бы, так сказать, а лучше с большим добавлением мануальной терапии, вот, можно использовать и ударно-вибрационные, и даже очень хорошо ударно-вибрационные техники использовать, очень хорошо. Я тут, так случилось, по тем же зонам. Вот все те зоны, которые мы прошли, за исключением промежности, естественно, надлобковую даже выстукиваем. У меня тут так получилось, что попросили, попросили меня Александр Тимофеевич, в общем, он мог только один день вести свой семинар, там, в Голицыно, и я его замещала два дня. И там вот для наглядности, для того, чтобы показать, как вот наши работают методики, вот выстучило несколько человек, ноги, бедра, ну, то есть вообще даже от меда, даже медовые вот были, очень сильные были, наглядные прям результаты. Вот, вот, пожалуйста, вот, вот смотрите, я думаю, вы это все посмотрели, да. То есть наша задача понаделась как можно больше следов на коже, вывести наружу. Чем больше вы выведете наружу, тем меньше останется внутри. Банками ли вы выведете, пьявками ли вы, одно другому не мешает, да. Значит, выстукиванием ли, аутогемотерапией ли вы сделаете, синяк. Чем больше вы наделаете делов, чем больше импульсов пойдет о том, что там катастрофа и надо работать, тем лучше пойдет процесс рассасывания. Я еще, честно говоря, добавляю в колы, в мезотерапевтическую там технику, я, есть препараты, да, непосредственно спайки, рассасывающие там кремний органический, там артишок, там некоторые другие, которые непосредственно рассасывают соединительную ткань, размягчают ее. И в сочетании с пьявками, а еще можно под пьявку, в колы делать под пьявку мезотерапевтическую, вот такой вот эффект. Вы знаете, у меня был пациент, вот, у Александра Тимофеевича, вот, не даст соврать, действительно, мы с ним лечили сигмаэдит, у него было воспаление сигмы со спайками. Но так как я считаю, что мы все люди симметричные, никогда не колю там, где вот мне сказали, вот, сигма, да, я всегда беру и другую сторону. А с другой стороны был шрам от когда-то удаленного аппендикса, и шрам очень грубый, толстый, немножечко он даже подтягивал внутрь, да, а что такое шрам на аппендиксе? Это как шрам на сердце. Значит, все, кишки, спайки, кишки уже не работают. Они как сердце у нас, электрокардиограмма нарушена, так и у нас, если бы мы делали электрокардиограмму кишок, тоже бы там нарушена моторика кишечника. И вот, когда я ему делала справа и слева вот это вот подколы, под пьявки, через какое-то время даже не я заметила. Он говорит, Мария Фикс, ну, посмотрите, где мой шрам? Шрам превратился в тоненькую ниточку. О том, что он, он вышел, во-первых, наружу, он сравнялся с кожей, вот этого безобразного такого углубления не стало. Ну, там и баночками тоже немножко, и пьявки, конечно, понятно, вот. И вот эти вот мезотерапевтические подколы. Он превратился в тонкую нить просто. Ну, так видно, что вы что-то там такое делали, да, но абсолютно нормально. То есть, средняя ткань реально вот как бы... Да, практически, да. То есть, по крайней мере, сверху, снаружи, как маркер кожи у нас, на что мы еще можем ориентироваться, было видно, что там все намного-намного лучше стало. То же самое и с другой стороны, где сегмоидит был, то же самое. Но потом он пошел на какое-то обследование, ему залезли туда, по-моему, рактороманоскопом каким-то там или чем-то. Ну, и снова там что-то наковыряли. Но это уже другая история. Мы работали как бы на совесть. То же самое с ожогами у меня были женщинами. И с ожогами ей делали пластику лоскутную, вот, кожу пришивали. Великолепные были результаты. Выстукивали банки, пиявки, подколы. Шикарно все расходилось. Просто, ну, конечно, видно, что оперировалось, что-то было. Но таких вот, знаете, грубых вот таких вот деформаций не было, не стало, с которыми она пришла. Поэтому и чем раньше, тем лучше, да. Вот что касается гирургитерапии в косметологии. Вот вам, пожалуйста, да, гирургитерапия в косметологии. Сейчас очень всем модно оперироваться, резаться. Конечно, все это надо согласовать с оперирующим хирургом, потому что иначе он всех собак на нас навешает. Но если женщина настроена, если сам врач, хирург, тоже не против, очень хорошая профилакция килоидных рубцов, грубых. Посмотрите, вот на коже. Ведь у некоторых кожи так устроено, что образуют вот эти грубые рубцы. Просто она генетически так устроена. Вот пиявки это все предотвратят. И около глаз, правильно? И около глаз можно. И около глаз. Я сама не... Я, значит, что касается постановки пиявок около глаз, это уже глазная постановка. Это уже при патологии, связанной с нарушением зрения, глукома, повышенном треглазное давление. Пиявочки ставятся вот сюда. Это, так, это мы снимем уже, это нам не нужно, все понятно. Они ставятся вот в височную область, отступив немножко от угла глаза по одной штучке. Я ставила много раз, никогда следов не оставалось. Но это уже больше имеет отношение к глазной постановке. И за уши, и за уши. За ушные. Глазные сосуды выходят на сосевидные вот эти вот отростки. Вот отвлеклись немножечко мы от нашей темы. Так всегда обычно и бывает. Вот. Дальше по гинекологическим, значит, проблемам. Бесплодие. Бесплодие. Вы знаете, вот я записывала лекции, там, когда обучалась. Вторичное, вторичное бесплодие. Лечим, лечим шикарно. Вторичное бесплодие, это же те же спайки противовоспалительные. После воспаления все то же самое. Все те же зоны, то же самое, все, да. Но ведь, оказывается, и первичное бесплодие тоже лечится при помощи пиявок. У меня лично был случай, когда девушка после 12 лет брака, прекрасный, здоровый мужчина, молодые они были оба по 32-33 года, где-то в 20 поженились. После 12 лет брака не было у нее практически. То есть она 9 лет лечилась у гинекологов. Ничего не получалось. То у нее месячные не приходят, то у нее там какие-то воспаления. Короче говоря, она пришла за месяц до операции. Она сказала так, я буду делать операцию по иссечению яичников, там какую-то вот склеродермию какую-то поставили, да. Вот. Ну а потом вот я у вас полечусь немножечко там, не с чешка, потом съезжу в Турцию, а потом пойду на операцию. Значит, у меня она полечилась, из Турции звонит. Мария Фикс, у меня пришли месячные. До этого не было 9 месяцев. 9 месяцев не было месячных. У нее вот так вот они очень редко бывали. Вот. И потом она, значит, из Турции приезжает и приносит мне там цветы, там еще что-то, я уже не помню. Все, беременность наступила. Во-первых, благоприятные условия, отдых, мужчина свободный, тоже отдыхают они, да. Плюс месячные пришли, плюс мы пролечились, мы все это пробили. Ей ставили первичные бесплодия. То есть когда уже аминорея, дисминорея, это уже первичные бесплодия, не было ни одной беременности. Так она потом еще второй раз забеременела через какое-то время. Уж не знаю, родила или нет, но она... Приходила ее мама и говорила, что да, была еще одна беременность. Вот. Так что вот, как бы, вот это все лечится очень хорошо. Помните, как пиявки влияют под центральный механизм гипоталямус, гипофиз? Вот. Гармонизация организма, гармонизация желез внутренней секреции происходит. Вот. Теперь, значит, что касается воспалительных заболеваний типа бортолиниитов, да, воспаления бортолининых желез, тоже очень хорошо лечится. Но тут надо ставить пиявочку непосредственно на железу. Сначала одеть перчаточки, железку обдавить, как бы немножечко размягчить ее капсулку, да, там же гной в капсуле, как бы. Какая железа? Бортолиниевая железа. Там это железы, которые выделяют, как бы, вот, слизь там, вот, и так далее. Вот эти железы находятся на малых половых губах. И они, вот их надо размягчить немножечко и туда пиявочку поставить. И что касается эрозии, эрозии тоже лечится замечательно. И особенно истинные эрозии, то есть воспалительные эрозии, там надо просто дать бору в глицерине или борной кислотой, поспринцеваться и поставить пиявочек, ну, буквально один-два раза. Вот. Ну и ложные эрозии тоже. Там, правда, их прижигают, потому что это все-таки эктопическое состояние, это выход клеток других наружу, нетипичных для влагалища. Но все-таки это тоже лечится. Вот. Ну и, конечно, разнообразные инфекции. Хламидия, урлоплазма, там, и прочие вот эти вот все специфические инфекции. Если они высились, если они, как бы, определились там, ПЦР ли, либо как-то еще по анализу крови, то, конечно, антибиотики, понятно, что не отрицаем, не исключаем лечение у гинеколога. Но в основном делаем акцент на местное лечение. Это местное спринцевание, тампоны, аппликации там разнообразные. Медный купорос, вот, кстати, а медный купорос очень широко применяется, я думаю, в предсече тоже, да, и сейчас тоже, да? Нет? Ну вот, что касается медного купороса, тогда просто несколько слов, забегая вперед, может быть. Значит, медный купорос наружно, только наружно, это сильный яд. Это очень сильное противогрибковое средство, антибактериальное средство. Выжигает все, особенно противогрибковое. Вот те, кто с садом-огородом имеют дело, те знают, что купоросом опрыскивают растения, чтобы они не было серой гнили, вот этой плесени. Вот, значит, медный купорос прежде всего против кандид. Поэтому, значит, если вы посмотрели влагалище и увидели, что, или вообще по анализам кандидоз, то спринцевание медным купоросом рекомендуйте. Значит, медный купорос разводится до вот такой вот голубизны, вот как вот эта вот бутылочка, концентрация примерно такая, чайная ложка вот на полтора литра. Вот делается такая заготовочка, прямо в бутылке. Пусть они это сделают. Медный купорос где приобрести? В магазины сад-огород. Вот, все для дома, там вот такие вот садовые магазины. Естественно, не в аптеке, потому что это яд сильнейший. Естественно, надо его держать далеки от всяких животных там и так далее. Вот, значит, сделала она заготовочку. Почему лучше заготовку? Кристаллики растворились, и все это в виде раствора где-то держится в таком укромном месте недоступным детям. Далее, значит, спринцовка. В спринцовку наливается вот эта вот заготовка прямо вот, не надо разводить даже, да? Женщина, как спринцеваться правильно? Только в горизонтальном положении должно быть тело. Или она должна лежать на спине, или она должна быть в колено-локтевом положении, то есть в позе рака. Даже в позе рака может быть немножко и лучше. Если лежа на спине, прогрели ванну, легли на спину, и прямо в ванной вы все это сделали, в ванной оно и вытекло, да, лежа на спине. То же самое в колено-локтевом положении. В ванной набрали спринцовочку, спринсонулись, и все. И больше ничего не надо. Один раз. И так три дня подряд. От трех дней до недели. От трех дней до недели. В зависимости от запущенности случая. А герпес тоже может повлиять? На герпес немножечко тут послабее, конечно. Вот в основном кандиды и бактерии. Выжигает все просто. Что там вообще? Поэтому, да, когда начинают грибы выходить, грибы, они же как ранка создаются, они бросают свое как бы место, жития, да, вот, и оголяется ранка. Поэтому после медного купороса всегда вставляйте масляный тампон. Всегда. Я предпочитаю облепиху или масло шиповника. Вот что-то такое вот, да, смягчающее. На следующий день то же самое. Либо ночью, либо утром. Кому как удобно. Кому как удобно. Кому-то ночью неудобно. Вот. Кому-то с утра лучше. Но раз в день подряд вот 3-7 дней. 3-7 дней. Вот. Сейчас масло монарды. Масло монарды замечательно. Конечно. Раз у вас уже есть по этому поводу наработки, то, значит, вот. Но не всегда, не у всех они под рукой. Это надо специально ехать его покупать. Даже обычная облепиха и масло шиповника, продающиеся в любой аптеке. А если женщина страдает кандиломами, то это масло туи. Потому что туя, она борется со всеми объемными образованиями, да. Если у нее эрозия ложная, масло туи, ложная эрозия, это противораковая, мы уже вот немножечко начинаем фитотерапию, да. Это противоонкологическое такое масло. Оно усиливает иммунитет противоонкологический. И оно является цитостатиком. То есть не дает клеткам размножаться. Вот. И вот это вот спринцевание медным купоросом, оно замечательно работает. Дальше не только спринцевание. Намочить трусы в медном купоросе, отжать, одеть. И сверху, конечно, что-то шерстяное такое, потому что это холодно, и там все, постель будет мокрая. И сверху шерстяные трусики какие-то, трико. И так вот походить, или на ночь, или походить. Через кожу. Воздействие, конечно, впитывается. Воздействие через кожу. Трусики даже еще очень предпочтительно. Смотрите, у нас задействованы зоны бедра, да, надлобковая область. У нас ягодицы задействованы. То есть вся генитальная область у нас задействована. Вот мужчины, ну как им спринцеваться? Ну, никак, да. Инстелляции в уретру, это очень болезненно делать. Это не всякий мужчина будет делать. То есть в уретру себе что-то там такое вводить, хотя вводит. Вот, вот. Одеть плавочки прямо, прямо плавочки. Такие вот беленькие, да. Ну, какие-то там, не важно какие, да. ХБшные, ХБшные, да, можно с эластаном. И чтобы плотно прижимало только. ХБ с эластаном. И на ночь. Но только сверху обязательно что-то такое утепляющее. Потому что это, во-первых, быстро испарится тогда. И целлофан не обязательно. Не обязательно совершенно целлофан. Просто хорошо отжатые вот эти трусики. И сверху шерсть. Создается такой паровой эффект, типа компресса даже получается. Не нужно никакого целлофана. Да, к утру оно все будет сухое. Ну и что? Часть впиталась, часть высохла. Пожалуйста, ничего страшного. Сколько раз? Поделать подольше. Две недели. Вот курс с наружным применением не меньше двух недель. Потому что это же все-таки не такое сильное, как внутрь. А можно, да, можно и то, и другое. И того, и другого. Только, ради бога, не вводить в анус. Потому что это яд. Она нельзя, конечно. Нет, не будет. Знаете только, что может быть? Вот, кстати, в лечении герпеса. Герпес как бы можно наружно лечить медным купоросом. Именно наружно, не спринцевание. Герпес начинает как бы сначала немножечко активизироваться, а потом подсыхать, подсыхать и дохнуть. Да, да. То есть это очень сильное, хорошее, нормальное такое средство. Ну, жидкость костеляни тоже хорошо с герпесом борется. Красненькая такая вот тоже в аптеках продаёт, в жидкость костеляни. Даже банальная зелёнка тоже неплохо. Ну, это, конечно, да, это, ну, типа вот, герпес, это же та же ветрянка. Вот, ну, вот, например, у Савинова, например, вот у Савинова, да, у них протекуется обязательно спринцевание огромным количеством травяного настоя. Я не знаю состава настоя, как бы, плагиатом заниматься не буду. Какой-то у них своё ноу-хау, какой-то свой настой. Но он наливается в кружку эрсмаха. Знаете, что такое кружка эрсмаха, да? Вот, вставляется вагинальная насадочка специальная, наливается. Знаете, я как приспособилась? Я вам всем советую иметь в доме зажим. И не один, желательно. И не надо нам клизмы ни с какими этими краниками. Берёте зажимчик, пережимаете резиночку, да? Встали в колено-локтевое положение, если это клизма, открыли зажим, вода потекла. А если в ванной всё это повесили на душ, да? И конец в ванну. И зажим открыли, вода потекла. А если вагинальный, это ещё удобнее. Лежите, открыли зажим, и у вас вода потекла, значит, промывается вагина. Составы могут быть самые разные, самые разные. Классические – это ромашка, это может быть чистотел. Ну, то есть вот сейчас мы когда до фитотерапии дойдём, мы об этом поговорим. Короче, составы трав, которые отвариваются и заливаются, они могут быть даже вы сами можете эти композиции составлять. Это будет очень интересно, экспериментируйте. Есть какие-то, конечно, классические наработки, мы о них поговорим. По крайней мере, вот эти вот обильные промывания, такие вот хорошие, 2 литра. Клизму надо брать не на 1,5, а на 2 литра. Они очень благотворно сказываются на здоровье, вот на вот всех этих инфекциях, которые имеют место быть. Ну и, конечно, помните о том, что дисбактериоз влагалища и вообще любые проблемы с флорой влагалищной – это проблемы кишечные. кровеносная система одна, лимфатическая система одна, да, всё, как говорится, в одном котле, в одном инкунклубаторе. Поэтому обязательно добавляем препараты бактериальные, бактерии, не обязательно живые, могут быть высушенные или афилизированные, типа линокса, могут быть и живые, это уже кто что предпочитает. Вот, то есть добавляют их, вы знаете, сейчас по новым показаниям пьют их до полугода. Уже никакие 3 недели не работают. Нет, зачем? Линокс, бифидом, все-все пробиотики, все-все пробиотики, любые пробиотики, пить их меняя, меняя до полугода, не обязательно постоянно, 3 недели в месяц попила, отдохнула, 2 недели в месяц попила, отдохнула, но курс не меньше полугода. Можно их менять, на рене, там можно, да, там, ну, разные, их сейчас очень много, да. Вот, я, в принципе, не очень положительно отношусь к линоксу. Да, да, он это самый, всё это очень хорошо. Значит, могут быть они и живые, там, и, ну, любые, короче говоря. Вот, одновременно это ли, с этим мы работаем тоже. Новый Камелот и Мавины, и Мавины. Значит, там огромная гинекологическая прямо у них коллекция. У них не только гинекология, у них есть ещё и другие. Там, значит, у них, смотрите, что есть. Там у них есть уроплазма, микоплазма, грибы, то есть, вот, понимаете, молочницы есть. Пятнадцатый – это гипоталямус гипофиз, гипоталяма гипофизарная система, вся, да. Пятый – воспаление придатков. 222-й – это эндометриоз. Вы заходите на сайт, читаете, это не гомеопатия, это энергоинформационный препарат, созданный нашим русским учёным, Михаил Юрьевичем Григорьевым. Михаил Юрьевич такой есть, он очень уже пожилой человек, всю жизнь он их создавал. Цена у них не меняется уже лет 5. Как они стоили для врача, по-моему, 450, для пациента 600 рублей, так они 5 лет уже. Это совсем недорого, это месячный курс, да. Значит, энергоинформационные препараты работают очень здорово. Очень здорово. Там есть на восстановление зрения, но нас сейчас в данном случае кинекология интересует. Вы зайдите, посмотрите. Значит, мы продолжаем немножечко тему кандидозов и спринцеваний. Я вам следующее скажу. То есть не опасно, да? Нет, 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 нет. Значит, продолжая немножечко чуть-чуть, мы сейчас эту тему завершим, перейдём к теме эндометриозы. Значит, завершая вот эту тему, хочу сказать следующее, что мы когда говорили о противогрибковой диете, помним, что пьявки всё щелочное, простите, грибы не любят всё щелочное, да. Значит, существует ещё такая методика, так называемая методика по Лебедеву. Это придумал такой уцелет, Лебедев, хорошая, она испытана была мною и на пациентах. Вот, в том числе, у нас стоит в следующем, в течение двух недель спринцеваться слабым раствором купороса, послабее, чем я вам сказала. То есть вот тот раствор, что я вам сказала, чайная ложка на полтора литра, он разводится ещё пополам, да, делается одна спринцовочка. Затем в эту же спринцовку наливается содовый раствор. Содовый. Обычной пищевой соды. Прямо в эту же спринцовку. Содовый раствор должен быть в следующей концентрации. Чайная ложка на пол-литра. Достаточно, больше не надо. Это при махровом кандидозе. Вы не представляете, какие бывают кандидозы? Когда женщины просто молочницей мучаются, думают уже неизвестно что, что у них там неизвестно что, а на самом деле это обыкновенная молочница просто. Ну, естественно, лечить надо и мужчину. Вот, значит, наливается вот этот вот слабый раствор соды в эту же спринцовку и дальше на купороз прямо соду. Шипение, образуется такая пена, да, прямо вот оно вступает в реакцию. Но это очень правильная реакция. Это очень правильная. Она все грибы там просто, вот, и смягчает немножечко эффект. После этого тампон масляный и так две недели. Да, 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 и так две недели. Это в запущенных случаях, притом не только кандидозов, но и всяких, уроплазмы, микоплазмы и так далее. У кого не запущенный случай, тот, как говорится, и поленится. А кому надо, тот это будет делать регулярно и систематически. Смотрите, сначала слабый раствор купороз, а потом или их вместе смешивать? Нет, не смешивать, нет, не смешивать. Они сами там смешаются. Да, а потом слабый раствор. Нет, нет, нет. Сначала одна спринцовка купороза голубого, а потом в эту же спринцовку, не вымывая ее, прямо наливают соду. Да, нет, 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 просто туда же, не мыть ничего, ничего. Вот, значит, что касается медного купороза, значит, раз уж мы, да, молочные железы, потом мы к купорозу вернемся. Значит, эндометриоз, значит, эндометриоз – это клетки яичниковой клетки, это клетки яичника, это активные менструирующие клетки, вот. То есть они могут располагаться и в побрюшине, жуткие боли, во время менструации начинаются жуткие боли у женщин. Вот, они как бы чуть-чуть слегка реагируют на менструальный цикл, они как бы слегка менструируют, да, вот, и жуткие боли. Они могут располагаться внутри матки, вот тогда это аденомиоз. Конечно, это не эндометриоз, эндометрии в матке и так нормальные, да. Вот, значит, бороться с этим очень сложно, очень сложно. Это надо гармонизировать весь организм, то есть это надо начинать все от макушечки до хвостика. Естественно, конечно, это все гинекологические зоны, понятно, вот, это то, что вот, о чем мы говорили, и спереди, и сзади, там, и везде, да. Но это обязательно гипотолямус гипофиз, обязательно гипотолямус гипофиз, вот. И это, конечно, щитовидная железа, в том числе и надпочечники, то есть все, всю цепочку берем. Печень. Мы помним, что меридиан печень, он у нас проходит, как бы, внизу, вот на топковой области, он там делает свой виточек, да. То есть мы и печень лечим, и щитовидную железу, сейчас мы поговорим, как мы, куда мы ставим по щитовидной железе, и гипотолямус гипофиз. А гипотолямус гипофиз, мы говорили, это область межбровья, межбровья, вот, межбровья, да, вот, и точка, вот, Байхуэ, В. В-21, да, вот, на пересечении вот этих вот двух. Вот, щитовидная железа, с нею достаточно все, как бы, просто, мы ее нащупываем, нащупываем, по средней линии у нас перешейт щитовидной железы, по средней линии, и дальше правая и левая зоны, правая и левая зоны. Ну, я все-таки предпочитаю лежа, это делать, постановочку, вот, потому что, когда мы стоим, она у нас немножечко вниз уходит, или сидим, да, поэтому мы делаем постановочку, обычно я ставлю три пьявки на щитовидную железу, на правую дольку, на левую и на перешейку. И так вот три пьявочки приблизительно, так они приблизительно на одном уровне, вот, вот так вот, вот здесь вот, да, прощу по щитовидную железу несложно, попроси пациента глотнуть, и тогда она под руками прям вот ходит. Вот, вот, ну, а что касается надпочечников, мы говорили с вами, надпочечники-то мы говорили, яичники мы тоже говорили, какие-то зоны. Значит, вот по всем этим зонам идем, но обязательно надо присоединять травы цитостатики, то есть это травы, обладающие свойствами, не давать клеточкам делиться. Вот, этих трав много, об этом мы завтра поговорим. Вот, и вот это вот я написала, если кому-то интересно, на сайт нового камелота зайдите, там проимовины, и там очень много про их применение, как бы, они проходили научную какую-то там апробацию. Вот, и вот эти вот имовины, которые я вам написала, они работающие, кисты яичников, вот, гипотолямус гипофиз, вот, что надо назначать. Значит, гипотолямус гипофиз номер 15 в сочетании с 222-м дает хорошие результаты по эндометриозу, вот, по эндометриозу. 222-й это эндометриоз, а 15-й это гипотолямус гипофиз. И вообще все лечение, вот, гинекологии, как бы, я провожу, стараюсь проводить на фоне 15-го эмовина. И даже вот при, вот, уже, климактерических состояниях, да, вот, кстати, а мы о них тоже должны сейчас несколько слов сказать, да, то есть приливы, да, ведь очень хорошо лечится пиявками приливы. Замечательно, прекрасно лечится пиявками. Куда надо при этом ставить пиявок? Значит, ставить надо пиявок, естественно, на низ живота, промежность, анус, вот эти вот все вот места. Обязательно печень. Понимаете, в чем дело? У здоровой женщины, у которой печень здорова, у нее будет нормальный климакс, у нее не будет приливов. Желчный пиявок. Климакс очень хорошо. Приливы уходят замечательно. Бывает, после одной постановки пиявок, и даже до промежности еще не дошли, еще только на печень поставили, уже лучше, да. Вот, очень молочные железы, очень молочные железы связаны с состоянием наших гениталий. Правая молочная железа связана с левым яичником, а левая молочная железа с правым яичником, то есть идет наискосочек, перекрест. Перекрест. Когда мы занимаемся молочными железами, то, сейчас я картиночку по молочным железам достану, то мы, конечно, не лечим одни железы. Это неграмотно. Мы, конечно же, вот посмотрите, вот еще такой картинке вы не видели, это все из атласа синельников. Посмотрите малый таз, посмотрите, какие лимфоузлы в паху, и какое обильное лимфоснабжение малого таза. И все это в паховой области выведено, и вот этот вот треугольничек на внутренней стороне бедра. И вы знаете, ведь вот когда начинаешь ставить пиявок на гениталии, генитальные зоны, воспаляются паховые лимфоузлы. То есть они и были инфицированные, но только они были маленькие, сухенькие, неработающие. Когда мы начинаем ставить пиявок, мы все это растаскиваем, мы все это расчищаем. И вдруг приходят с недовольным, так сказать, с претензией. Вы знаете, у меня в паху чуть какой-то узел воспалился. Надо объяснять, что это хорошо. Это, во-первых, нормально, значит пошла работа. Значит, он был мертвый, он был неживой. Он очищается, он начинает работать. Раз он начинает болеть, значит, он начинает работать. И дальше не надо прекращать. Пусть воспалились, пусть даже все воспалились эти там, ну, несколько там, предположим. Да, все, конечно, не воспалятся. Все равно продолжать работать. Продолжать очищать. Может быть, добавить травки. Может быть, там, если выстукивание как-то там, да, добавить, это тоже усиливает. Вот. Но, по крайней мере, это не является противопоказанием для прекращения. Это не противопоказание. Пусть себе воспалилась железа лимфатическая, узелочек. Значит, теперь мы по молочным железам. Как на мол... Вот тут у меня такая хорошая картиночка. Молочные железы. Значит, видно, что лимфа от молочных желез стекает под мышку. Скажите, пожалуйста, а могут ли быть незадействованы руки? Не могут. Не могут. Руки, плечи. Со всем этим надо работать. Это вот, может быть, даже странно покажется. Казалось бы, ну что молочная железа? Ну при чем тут руки и плечи? Это все как бы вот, это все один, одно крыло наше, да? Это вот как бы, если так брать по происхождению, это одно. И поэтому, если мы лечим молочную железу, там, обдавливаем ли мы ее, выстукиваем ли мы ее? Во-первых, мы всегда начинаем с периферии. Не соска, а с периферии. Даже и обдавливать начинаем с периферии. С подмышечной области начинаем. Вот оттуда. И пьявок тоже начинаем ставить с периферии. Как обычно пьявки ставим на молочную железу? Так, вот грудина, вот молочные железы, вот рука и подмышка, да? Вот, значит, начинаем ставить... Ключицы, да? Сыгуляйте. Значит, начинаем ставить мы пьявочек, вот сосок, да? С периферии. Вот. Значит, в серединочку можно поставить одну. Помните, да, это вот у нас адшина, да, наша сердечная чакра. Одну в серединочку на уровне сосков приблизительно, да? По две, по три латерально. Но это уже, конечно, не первая постановка, да? Сначала надо на гениталии пойти, сначала там надо поработать. Непосредственно там вот матка, промежность, всё. А потом молочные железы. Пока вы будете работать снизом, вверху-то уже полегчает. А вы знаете, бывают случаи, когда работаешь просто животом, вот просто обдавливание делаешь. И у женщины приходят очередные месячные. И говорят, ой, вы знаете, что-то у меня так хорошо. Месячные пришли, грудь в этот раз не болела. Просто живот разобрали, улучшили кровообращение в малом тазу, в том числе, раз и животом работали, да? И уже стало лучше. Поэтому пока мы доберёмся до молочных желёз и начнём их лечить, это не сразу. Вот пришла проблема мастопатии, не надо сразу за молочные железы захвататься. Мы понимаем, что это периферическое, это уже... Да, проблема периферическая. Основные сосредоточены матка, придатки. Вот где основные проблемы. Значит, мы до матки, чтобы добраться, у нас малые половые губы, придатки большие половые губы, да, прямо зоны ануса, печень лечим, печень. Вот, а потом, значит, ну, наконец, мы дошли до молочных желёз. Значит, сначала первую постановочку делаем по периферии. Ну, где-то можно 6-7 штучек. Немного бывает обычно крови. Кстати, редко, когда бывает много крови. Но бывали случаи. Дальше, значит, предположим, мы решили второй раз делать. Всё-таки обильная кровопотеря. И решили сделать второй раз. Вот второй раз уже можно поближе, поближе, 8 штучек поближе. Вот сюда вот, да? Ну, вообще, я считаю, что особо нужны на сосок ставить. Нет? Ну, если хотите, поставьте на сосок. Поставьте. Ничего. Ставили. На ободок можно, да? Вот ближайшая, это уже на ободок. Ну, совсем не нужно на ободок. Значит, вот таким образом. И обязательно обрабатываем руку. Но это уже не пьявки. Это уже обработка руки. Это массаж, это вышлёпывание, это мёд. Мы ещё с вами не говорили о медовом массаже, но я думаю, что все здесь всё про него знают. То есть медовый массаж руки, особенно внутренней поверхности. Внутренняя поверхность руки, медиальная, вот эта внутренняя, нежная, да? Где у нас обычно провисают вот эти вот крылья такие, да? Лебедя. Вот. Вот там у нас, как я говорю, закромородины. Ещё одни закромородины у нас внутренней поверхности бюдер, да? У кого внутренние, у кого и наружные ушки. Так это ручки любви, как их называют, да? Вот эти вот, да? Вот. А у кого-то это и руки, и там, и там. Значит, вот эти закромородины надо потихонечку разбирать. Такие залежи полезных ископаемых. Как разбирать? Медовый массаж, вышлёпывание, подтягиваются, вот так подтягиваются. У меня была пациентка, но она, правда, одновременно худела. У неё принесла мне, показала, значит, летняя платьица, вот такая, говорит, у меня была рука, еле влезала. Принесла, показала, болтается это платье. То есть просто вот она объём не измеряла, вот по платью мы поняли, что насколько ушла рука. Прямо подтянулась, прямо моложавая стала. Это, конечно, вот методика, конечно, ударно-вибрационная, да? Мы так вроде её называем, вышлёпывание. Или по науке ударно-вибрационная. Обязательно с этим работайте. Примедовый массаж. Примедовый массаж. Если вы не хотите вышлёпывать, просто медовый массаж делайте. Ставьте баночки на внутреннюю поверхность. Пока мы с рукой не разберёмся, грудь полностью, хоть вы её там давите, хоть вы там её удавливаете, удушаете. Руки, руки, плечи и подмышки. Подмышками иногда такое бывает. Вот опять же, подмышки – это так же, как под коленками. Вроде бы под коленками не работать. Подмышками точно так же, говорят, не работать. Можно работать. Но в отличие от подколенок, подмышки отличаются тем, что там намного болезненнее. Очень больно. А банки можно? Чуть-чуть захватывает область. Можно. Можно подмышкой работать. Ну как подмышкой работать? Если человек даёт, вышлёпывайте. Вышлёпывайте. Если даёт банку максимально близко к подмышечной впадине, делайте. Вы увидите, какие гроздья винограда чёрного оттуда полезут. А что это такое? Это значит заболевание лёгких. Всё туда. Всё туда стекается и там остаётся. Это заболевание молочных желёз. Это заболевание, даже верхнее заболевание, связанное с головным мозгом. И то, лимфа-то оттекает всё подмышку. А пиявки нельзя? Вы знаете, честно вам скажу, сама не ставила. Не ставила. Поэтому ничего сказать не могу. Может быть и стоит уже начать экспериментировать на 2013 году общение с ними. Но я пока просто не была такой нужды. А грузь бинтовать очень легко. Вот вы наставили вот этих вот там 10, предположим, пиявок. Большую простыню берёте. Вот максимально большую, вот эту вот голубую. И прямо вот плёночкой, прямо всё вот так вот заматываете. Один разочек через шею, чтобы не сползло. Но оно и так не сползёт. И, в общем, как правило, крови бывает немного. Это что касается молочных желёз. Конечно, когда лечим мы гинекологические проблемы, хотелось бы, конечно, хотя бы разочек, даже если нормальная щитовидка, хотя бы одну штучку туда задействовать. И не забывайте про почки. Мы, когда вот следующий день у нас будет фитотерапия, мы будем говорить о почках. Почки, вообще китайцы не разделяют у них почки, а гениталий нету. Почки контролируют репродуктивную функцию. Поэтому, когда мы лечим проблемы гинекологии у женщин, всегда, как правило, воспалительные женские заболевания, это холод в почках. Вот сейчас много тибетских центров по Москве создалось. Они все говорят одно и то же. Говорят правильно, но одно и то же. Вот пришла женщина, там, миома, эндометриоз, аденометриоз, неважно, что, воспалительные заболевания. Холод в почках. Холод в почках. И это правильно. Действительно так. Что они рекомендуют? И это рекомендации очень разумные, но просто они настолько одинаковые, что уже я их знаю наизусть. Ко мне человек 10 приходило, я вам все скажу. Все говорят одинаково, во всех центрах. Все-таки, как бы, ну, достаточно примитивно это. Но правильно. Значит, тепло на область почек. Тепло. Первое. Тепло на область почек. Вот девчонки, которые бегают зимой, у них между этой самой штучкой и на бедрах, так что, извините, ягодичная складка видна. А один раз я ехала, так, извините, лобковые волосы у девочки были видны. Она стояла и подтягивала себе джинсы. Ну, какую-то меру все-таки надо знать, да? Вот, пожалуйста, это ни в коем случае нельзя. То есть теплый пояс из собачьей шерсти, теплое какое-то такое. Сейчас термобелье есть, рекомендуете им термобелье. Раз. Теплая еда. Вся еда только теплая и горячая. Никакой холодной еды. Никаких салатов оливье, никаких кислых капуст. Горячие бульоны, мясные, баранина у нас. Что у нас горячее мясо? Баранина и говядина. Свинина, холодное мясо. Никакой свинины. Вот. То есть пища должна быть горячей. Все красное, холодное. Курица холодная. Индейка теплая. Индейка теплая. Рыба вся речная, холодная. Морская, красная, теплая. Более-менее теплая. То есть пища должна быть горячей. Все крупы горячие, хорошие. Пшенка, рис, гармоничная еда, да? Ну, понятно, тибетцы, они, естественно, на рисе все сидят. Очень они за говядину. Они не вегетарианцы, они очень все это вот... То есть вот бульоны вот эти вот мясные, суп-ламы там, да? Вот у них там, да? Берется... Мясо-минутка супа. Да, да. Это мясной суп, да? Из баранины. Прям вот варится 3 минуты и все. Пена не снимается, самое главное. То есть это все... То есть все теплое, все горячее, тепло. Теплые компрессы. В этом плане вот, кстати, медный купорос, это тоже будет как горячая процедура выступать, если мы сделаем в виде обертывания. То есть мы гоним холод из почек, гоним. Ну там еще гомеопатические препараты можно добавлять, но это уже отдельный разговор. Травы горячие. Горячие травы добавляем. Травы тоже есть холодные, есть вот как бы вот горячие травы. Завтра об этом поговорим. Поэтому вот все это в комплексе дает хорошие результаты. А если, я же говорю, пиявки – это дополнительный метод. А если на дне пиявки делать ставку, то можно такого стопроцентного результата и не получить, как на самом деле они того достойны, как бы, да. Значит, почки именно в плане вот, в плане нашей герудотерапии. Потому что по почкам очень интересная фитотерапия. Значит, теперь что касается урологии. Значит, урология, значит, очень любят урологи. Очень любят урологи, продвинутые урологи, добавлять пиявки к своему лечению. Добавлять. Значит, что уролог лечит? Он лечит почки, мочеточники, мочевой пузырь. Ну, у мужчин, значит, длинные мочи спускательные каналы, ну, неважно, заболевания одни и те же. Значит, очень такой известный профессор, доктор медицинских наук, Учерский, писал диссертацию на пиявках. Лечение болезни перронии при помощи пиявок. А болезнь перронии – это страшное заболевание. Это аутоиммунное заболевание полового члена у мужчины, когда на половом члене образуются бляшки плотные, соединительные тканы, то есть вырабатываются антитела к собственным белкам, к собственным тканям. Искривление полового члена происходит. Страшное дело. В общем, мужчины-инвалиды. Так вот, оперировать бессмысленно. Бессмысленно. Что? Оперируют, образуются новые рубцы. Он из одной стороны, бардон, искривляется в другую. Значит, постановка очень большого количества пиявок, прицельно, прямо на бляшке, по 15-20 штук за один сеанс. 15-20 сеансов он практически излечивал людей. Докторская написана на эту тему. Он и сейчас там и принимает, и я к нему. Прямо, прямо, да, прямо туда, да. Вот, он и сейчас и принимает, по-моему, где-то там на Арбате. Я, кстати, к нему мужчин направляла, потому что, все-таки, честно говоря, я не очень люблю брать именно эту зону, да. Вот, другие зоны, мы с вами можем спокойно с ними работать. Значит, пиелонефрит. То есть, понимаете, это очень такая вот выигрышная, еще не до конца даже расследованная тема. Пиелонефрит. Значит, лечим, естественно, ничего не отменяя, лечим всеми теми антисептиками, антибактериальными, которые положено. Там, что там положено. Нивиграмон, пять ног, там, фурагин, полин. В общем, что назначают урологи обычно в таких случаях. Обязательно добавляем травы. Травы – это завтра, если сейчас мы начнем, то мы уже отсюда до ночи не уйдем. Вот. И обязательно герудотерапия. Герудотерапия очень просто. Очень просто. Значит, смотрите. Вот вид со спины. Вот человек сидит, да. Вот его копчик, да. Вот нижние ребра. Вот у нас, значит, дуги, да. Вот это у нас ромб Михаэлиса, позвоночник, да. Позвоночник. Значит, ставим, можно вариант такой. Первый вариант такой. Три пиявочки на правую почку, три пиявочки на левую почку. Ну, не в первую постановку, понятно, да. Вот. Одну пиявочку на копчик. Вот так вот можно, да. Можно делать не так. Можно делать, например, вот, кстати, что советует сам профессор. Парочку, троечку пиявок справа. Крестцовая область ромб Михаэлиса, да. Крестцовая область. Пару-тройку слева. Крестцовая область, она у нас иннервирует, в том числе и почки, да. Значит, а следующий, это первый, первый приход. Второй приход, наоборот. Пару-тройку здесь. Здесь и пару-тройку с другой стороны. То есть, право-лево. Право-лево. Вот. Не сразу все, а как бы правая почка, левая поясничная область, левая почка, правая поясничная область. Если брать вот на этом товарищи, то это приблизительно так. Одна-две здесь, парочку тут. Вот так вот. Это первый сеанс. Второй сеанс здесь и тут вот. Вот так вот, да. Вот. Значит, это у нас при пиелонефритах. Мочекаменная болезнь. Что касается трав, это отдельный разговор. Обязательно на фоне трав. Но зоны все те же самые. Не только то, что вот мы сейчас разобрали, да, это зона пятитого треугольника и поясничная область. Это и анус, естественно, туда сосуды почек имеют коллатерали, да. Это и околопопочная область. Помните, мы с вами это подробно разбирали? Околопопочная область, да. Вот. Это, естественно, и печень, потому что почечно-печеночный синдром очень часто существует. Гепатеринальный синдром даже он называется, да. Печень один разочек. Ну, мы в первый раз ее берем, да. Вот. Вся поясница, область верхушки пятитого треугольника, анус, вот, и, значит, околопопочная область. Вот это все основные почечные зоны. Но не только, но не только. Значит, при мочекаменной болезни, при мочекаменной болезни, очень, особенно вот во время приступа, очень выигрышно ставить пьявки на... Сейчас я молодого человека спереди вот он найду, да. Даже не этого, нам надо такого, на котором мышцы есть. Хоть немножечко мышцы есть. И я вам покажу. Нашли вы с мышцами? Да. Да? Нужно мне? Я на вашем... Вот это, да? Нет, 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 нет. Вот, вот этот, вот этот идеально. Вот. Вот, значит, смотрите. Значит, при мочеточнике у нас идет приблизительно по краю, по латеральному краю прямой мышцы живота. Так вот. Вот тут вот примерно у нас почечки расположены. Приблизительно. Приблизительно. Да, все равно она плохая, вам надо будет ее перекселить. Вот. И вот тут вот они, значит, входят в мочевой пузырь, да. Значит, вот ориентир – это прямая мышца живота. По латеральному краю 3, 4, 5 поставить. 3, 4, 5. Справа и слева. Ну, в зависимости. Одновременно. И право, и лево надо делать. Когда приступ мочекаменной болезни, надо с двух сторон. Надо с двух сторон. Потому что рефлексы идут. Вот. Да, да, да. Это примерно... Нет, это примерно от уровня пупка и вниз. От уровня пупка и вниз. По меридиану R – это очень сильно медиально. По латерану E. По меридиану E – это примерно приблизительно есть наружная мышца. Вот чуть. Вот так вот. Наружная мышца. Прямая, прямая, простите, прямая мышца живота. Вот прямая мышца живота. То есть надо мочеточник на нас получить? Да. Да, да, да. На проекте мочеточник. То есть, помним, у нас есть такая постановка, где болит – туда и ставим. Вот это тот случай, где болит, туда и ставим. Вот, значит, это что касается мочекаменной болезни. Конечно, если там уже такой камень, что его не растворить, ни травмы, ни чем, и спазмы не убрать, тогда на литотрепсию надо ультразвуковую. Понятно, это не самый лучший вариант, конечно, но если надо, так надо. Вот, теперь, значит, что касается циститов и прочих заболеваний мочевого пузыря. Вот, значит, вообще, повторяем еще раз, да, заимствуем это у тибетской медицины, замечательно, грамотно сказано, это тоже холод, это прежде всего холод и слизь, холод и слизь в почках. Естественно, и в мочевом пузыре тоже. Поэтому все заболевания мочевого пузыря очень любят тепло, очень любят все тепловые процедуры. В древности на Руси была, значит, такая даже, это на бочку, в бочку кидали раскаленный кирпич, раскаленные из печи, да, туда лили воду, пар и сажали, значит, человека на эту бочку, так, пониже, да. Вот, ну, это уже, как говорится, такие вот народные способы. По крайней мере, все компрессы, все тепловые процедуры, все очень хорошо. Вот, и постановки пьявок на какие места? Это надлобковая область, притом надлобком можно взять даже чуть повыше, чуть повыше, как бы, да, прямо над самим лобком это немножко больше простата, а мы берем чуть-чуть повыше. Вот. И, значит, это паховая область, паховая область, это то, что ниже по партовой связке и выше. Выше на два пальчика и ниже, вот этот вот треугольничек на бедре, да, мы его рисовали. И, конечно, крестец, копчик, анус. Это все зоны иннервации мочевого пузыря. Крестец, копчик, анус. Ну, существует такое, значит, состояние, когда уже очень долго мочевый пузырь был, испаленный синдром Лериша, то есть сморщенный мочевой пузырь. Тоже по рассказам урологов, конечно, такие, это экзотика, к нам такие люди практически не приходят. Вот. Очень хорошо восстанавливается ткань мочевого пузыря. То есть ставится просто в проекции мочевого пузыря и по всем тем зонам, о которых мы с вами сейчас только что говорили. Плюс обязательно надо брать, он увеличивается в объеме, начинает, он приобретает тонус. Плюс обязательно не забывать надо про печень, конечно. Потому что в данном случае печень, все дистрофии, там везде задействована печень. Там, где дистрофия, там надо печень брать прицельно. Так. Теперь мы дошли до конца, до того, а как же мужчинам ставить пиявок на промежность. Женщинам понятно, мы рисовали женскую промежность, да. Вот. А теперь, значит, что нам делать, когда мужчине требуется поставить пиявок именно на промежность, проекции простаты. То есть мы говорим о простатитах и об их лечении. Вот. Циститы в большей степени надлобковая и крестцовая область Михаэлиса, да, копчиково-анальная. А простатиты, простатиты, когда нам надо до простаты дойти, это первое, конечно, это анус. Это анус первое, конечно, безусловно. Вот. Это, конечно, надлобковая зона, никто ее не отменял, но это и, собственно, сама промежность. То есть это прямо вот непосредственно, непосредственно проекция самой простаты. Великолепно. Значит, кладем мужчину на памперс. Прежде всего говорим, принесете полотенце сухое, чистое из дома. И плавки, плотные плавки. Значит, он ложится на спину. Это попа. Ноги как на гинекологическом кресле. Они все знают, хотя и не были там. Урологов многие были, так что знают, да? Значит, вот анус. Значит, дальше, значит, следующее делается. Для того, чтобы мужчину не смущать. Я отойду. Вы ложитесь на памперс на спину, как на кресле уролога. Приподнимайте, пожалуйста, свои гениталии полотенечком. Прикрывайте их полотенцем и держите. Они нам не нужны. Они будут прикрыты полотенцем. Он сам их держит, приподняв руками. Мы ничего не видим, мы его не смущаем. Когда они приподнимаются, вот они уходят сюда, у нас здесь от ануса открывается, до нижнего свода мошонки, открывается огромная площадка. Вот это вот паховые складки пошли, тут уже ноги, да? Огромная площадка. На эту площадку, которая суть является проекцией простаты, можно наставить от 10 до 15 пьявок. Пожалуйста, ставьте много. Пьявки сюда садятся великолепно, потому что там железо, которые выделяют привлекающий пьявок запах. Вот. Немножечко я люблю чуть-чуть пьявочками обойти мошонку, немножко. На корень мошонки несколько пьявочек я ставлю. При этом я прошу мужчину сначала в одну сторону сдвинуть гениталии и ставлю на одну складочку вот сюда, да, парочку, да. Потом в другую сторону. Когда пьявки сели, уже всё. Он может всё отпустить, расслабиться и лежать, но это ненадолго, потому что пьявки здесь работают минут 15-20, ну, 30 максимум, и начинают все отваливаться. Ничего страшного, если вы и спиртом их снимете, щипать не будет. Это же не женское слизистое, да? Здесь у мужчин кожа. Можно, в принципе, на анус одну, но в этом нет никакой нужды, потому что анусовая постановка отдельная. Отдельная, не надо их смешивать. Сначала анус, потом промежность. Вот. И если вот пару, тройку, пятёрку раз вот так вот сделать, да, великолепно, простатиты уходят. Это у меня уже тоже вот большой опыт. Я как-то так вот, мужчин вот так вот делаю, потому что они не боятся ко мне ходить. Они знают, что я ничего там, не надо мне ничего, всё очень скромно и, так сказать, попуритански. И ходят, и приходят и по два, и по три, и по пять раз, и мы делаем, и замечательно уменьшается простата в объёме, уходит воспаление. Ведь что такое простатит? Это простата, вот, честно сказать, на кону, простата, напечканная шариками гноя. Шариками гноя. Гной внутри, он закрыт, он закупорен. Вот скажите, какой толк залезать в анус и массировать её? Ну, можно помассировать, потому что немножко там разгоним мы кровь, лимфу. Ну, дальше надо пьявок ставить, пьявок надо ставить, чтобы это всё, понимаете, вот по замкнутому кругу. Вот я тоже люблю говорить, что когда мы работаем с животом, с мануальной терапией живота, даже когда я прихожу к студентам, которые слушают Александра Тимофеевича, да, я говорю, уважаемые коллеги, вы работаете с животом прекрасно, вы его разминаете, вы кровь, лимфу начинаете, начинает она ходить. По замкнутому кругу, и куда она девается? Да никуда, если печень не работает, если почки не выводит. А мы открываем дренаж, мы как краник открываем, и всё это выходит, вот оно всё выходит наружу. Точно так же и тут, поэтому как бы пьявки – это великолепный дополнительный метод к мануальной терапии, к висцеральной хиропрактике. Так и тут, никто не против обдавливания. Как лучше сразу делать массаж живота и пьявки, либо закончить курс массажа, а потом курс пьявок? Значит, каждый доктор это решает по-своему. Обычно мы это нахлюстываем. То есть вот есть доктора, которые любят 3-5 раз сделать массаж живота, а потом присоединять пьявки. Я отношусь к тем докторам, которые любят 1, максимум 2 раза сделать массаж живота, и когда уже доверие с пациентом получено, взаимная симпатия, она, как правило, возникает, тогда уже иногда со второго раза ставим пьявок, но ни в коем случае не с первого. Даже если человек пришел на гирурготерапию, ну как бы, не, ну если он на одну гирурготерапию пришел, то это да, безусловно. А если он пришел на висцеральную хиропрактику, а мы ему сразу пьявок, Да, со второго-третьего раза, со второго-третьего раза. Вы не постоянно вместе делаете животные? Нет, не постоянно. Нет, мы же с вами говорили. Живот надо делать 2, можно 3 раза в неделю, но не меньше 2. Пьявки максимум 1. Ну 1, максимум 2, но лучше 1. Ну первый раз вы сделали 2, а потом по 1 раз в неделю. Значит вы так и обескровите, что он перестанет на живот к вам ходить. Так что нет, тут пьявки реже, пьявки реже, живот надо чаще. Живот вообще каждый день можно, а пьявок нельзя каждый день. Вот, значит понятно, да, мужчина лежит, все прикрыто, все. Тут у него этот вот памперс огромный, да, дальше он его берет, на себя накидывает, плавки одевает, встал и пошел до свидания, ничего бинтовать даже не надо. Очень удобно, хорошо и эстетично. Вот, значит, по поводу проблем, значит, вот болезнь перони, это мы сказали. Вроде бы болезнь экзотическая, даже многие названия ее вроде бы не слышали, да. И я когда слушала эту лекцию кучерскую, я слушала в полуходу, думаю, да ну это перони, кому это нужно. Но записала и на курсах всегда рассказываю. И вдруг мне звонит курсантка, она года 3-4 назад из Израиля. Она вот, как вы из Эмиратов приехали, она приехала из Израиля поучиться и на обдавливание, и сама курс прошла, и послушала моих пиявок. И потом она мне звонит, говорит, Мария Фикс, ну, представьте, у меня пациент с болезнью перони. Попался ей. И просит, ставь мне пиявок, делай, не хочу, я больше оперироваться. Он, кажется, уже оперировался. Посмотрите, из Израиля звонит. Вот я говорю, ну не делайте, чего вы. А можно, я говорю, ну мы же с вами, вот, нас же благословил профессор. Вот, пожалуйста, давайте делать, давайте повторять. Зачем люди диффертации пишут? Чтобы их воплощать в жизнь. Вот, значит, ну существует тоже такая достаточно редкая патология, как приопизм. Это длительная очень эрекция у молодых людей обычно бывает. Тоже прекрасно снимается пиявками. То есть когда эрекция, которую, ну, ничем как бы не снимаем, это очень тяжелое состояние для мужчины. Ему надо чем-то другим заниматься, а у него вот приопизм. Вот, и ставятся пиявочки, ставятся тоже вот на эту зонку и непосредственно на сам член. И очень хорошо это уходит. Вот, но вообще надо сказать, что у мужчин больше их вот все потенции, эректильная дисфункция, да, сейчас это по науке называется, они в меньшей степени, чем у женщин, связаны с эндокринологией. Очень, намного в меньшей степени. Это центральная нервная система. Это невры, невры у них. А у нас, у женщин, это больше гормоны, а у них это больше нервы. Вот, поэтому, когда там вот передачи есть, там измеряют какие-то там уровни гормонов и так далее, уровни гормонов у мужчины могут быть и не очень, может быть, высокие. Но если все нормально работает вот эта вот цепочка, классно она налажена регулярно, все и так далее, то никаких проблем не будет. Ну, а у женщин как бы немножко по-другому. Теперь, что касается аденомы простаты, именно применительно вот к герудотерапии. Значит, с аденомой немножечко хуже поддаются, чуть-чуть хуже. Почему? Потому что вообще вот это мы выделяем простатит отдельно, аденома отдельно. А на Западе считают простатит, это 0,1 стадия аденома простаты как бы. Это предаденома, да. Сначала человек болеет простатитом, потом у него 1 стадия аденома, 2, 3 и так далее. Вот, ну, что механизм как бы вот аденомы простаты, вот я уже начала как бы рисовать, да. Это вот простатическая часть мочевого канала, дальше идет мочевой пузырь. А это вот простата, которая. Вот простата увеличилась, она сжала, сжала мочевой канал. Что происходит? Я не очень удачно нарисовала. Это все гормональные? Да, значит, это считается как бы мужской климакс. Это мужской климакс, да. Так же, как у женщин. У некоторых женщин климакс проходит, что, ах, вчера оно было, сегодня нет, и до свидания, и без проблем. А кто-то мучается до 70 лет. Так и у мужчин. У кого-то это проходит очень легко, с сохранением нормальной эректильной функции и так далее. А у кого-то это проходит очень трагически. Поэтому, ну, вплоть до, так сказать, там, 3-4 стадий. Поэтому, значит, я не очень удачно нарисовала. Сейчас. Вот у нас почки, да. Из почек выходят мочеточники, которые идут в мочевой пузырь, мочеводелительный канал. И вот аденома, да. То есть простата, простата. Вот она начала сужаться. Здесь начинается задержка воды. Что такое остаточная моча? Остаточная моча – это та моча, которая осталась после того, как мужчина сходил в туалет. Она у него здесь остается. Почему? Дряблый мочевой пузырь. Сначала мочевой пузырь. На начальных, на первой стадии он наращивает мышечную массу. Он как культурист, да, такой. И он выталкивает это все, да. Потом у него уже все, начинается дистрофия. Он становится дряблый, он растягивается. Остаточная моча увеличивается, да, все больше и больше. И дальше уже начинается ретроаградная, нарушается уродинамика мочи, да. То есть она должна идти так, да. Она задерживается, инфекция, где у нас застоит там болото, инфекция поднимается в почки, да. Поэтому у многих мужчин с большими степенями, у них, конечно, безусловно, почки задействованы. Очень часто они страдают болями в шее. Помните, Александр Тимофеевич говорил, шея – это почки. Вот если к вам приходит мужчина с болями, вот, что-то шея там, трапеции, у меня такие прям железные, и все. Лечите простату. Лечите простату. Особенно, если это в возрасте мужчина. И если это не острый какой-то там пилонефрит, да. Понятно, что оттуда проблема, да. То есть инфекция идет ретроградно, снизу вверх. Вот, поэтому первые стадии, начальные стадии, когда только еще, вот, он еще как может выжимать, как культурист, мы можем помочь, мы можем ставить пиявок на все те же наши зоны, на все те же наши зоны. Вот, а уже третья, четвертая стадия, тут уже, конечно, обнадеживать и говорить, что, ой, да мы вас пиявками вылечим. Нет, это не надо, конечно, это не надо. Хотя, в общем, отек уходит, отек уходит, воспаление уходит. Если к аденоме присоединяются плюс воспалительные процессы, не забываем, что тут же почки, нам же надо еще беречь, да. Ну, что травы давать? Травы мы даем, а оно куда? Оно все вот тут вот, как бы, да, сохраняется. Вот, поэтому, конечно, пиявки в этом плане здорово. Они помогут сгрузить и сбросить лишнюю жидкость. Но до определенной степени полного излечения, конечно, да, не надо обещать, самое главное. Оно может и наступит, мало ли там чудо Господь свершит, но не надо обещать. Вот, теперь, значит, что мы, какие мы точки здесь берем? Мы не забываем про то, что у нас, помимо того, что у нас есть промежность, у нас есть анус, копчик, надлобковая область, петитов, треугольник, ромб Михайлиса, все это вот, все на почке, все на почке, да. Ноги, ноги. Ноги очень сильно связаны с почками и с мужскими, соответственно, с женскими половыми органами. Также точно, когда я вам говорила про молочные руки, это наши, как бы, крылья к молочным железам, ноги, это, ноги не раздельно связаны с нашими гениталиями. Поэтому, когда мы лечим гениталии, гинекологию женщин или урологию у мужчин, то мы всегда работаем с ногами, всегда. В этом плане, конечно, очень такой вот мышцей зависимой, имеющей рефлекторную связь, является партняжная мышца. Вот она тут вот неплохо изображена. Вот она тут шикарная, я не знаю, отпечатали вам это. Наверное, я вам это, но я не могла все отпечатать, понимаете, весь атлас. Вот это партняжная мышца. Вот она проходит наискосочек, она идет от наружной вот этой вот ости к внутреннему части колена. Вот она вот так вот проходит. Почему партняжная? Потому что партняжная, которые шили ногами вот эта ножная машинка, они ее очень сильно разрабатывали. Вот по этой мышце нужно ставить баночки, можно ставить пьявочки, можно, в принципе, да. Тем более, что согласно атласу, который вы все, конечно, приобрели, Александр Тимофеевич, да, вот эта зона, центральная зона бедра, центральная зона бедра, и вот, ну, это мы говорили с вами, внутренняя зона бедра, имеет непосредственное отношение к гениталиям, как к мужским, так и к женским. Вот, поэтому, ну, пьявок я сюда редко ставлю, редко, но банки, медовый массаж банки, если не очень сильно волосатость у мужчины, если он дает, стараюсь ставить черные ноги, понимаете. Если проблемы с простатой у мужчин, черные ноги, то есть банки снимаешь, а там синяки. Почему не ставить пьявочки? Ну, понимаете, слишком большая сильная мышечная масса такая вот мощная, да. Ну, да, вот у мужчин там прямо мышцы вот железные, хотя, в принципе, можно. Просто, понимаете, настолько более, как бы сказать, таких звучащих зон, что обычно до этого дело не доходит. Обычно мы улучшаем все на стадии, не дойдя еще до вот этой четырехглавой мышцы бедра. Вот, но, в принципе, вы должны знать, что другими методами, теми же банками, теми же выстукиваниями, медовым массажем там, да, оно очень хорошо дополнительно немножко поработать. И это даст дополнительный хороший эффект. Вот, ну вот, что мы еще с вами по герудотерапии? Пока еще, сегодня уже герудотерапию мы закончим, у нас еще есть немножко время. Вы тогда задавайте вопросы, что бы хотелось по герудотерапии еще плюс... А? А, значит, косметологию, да, косметологию и отолингологию, да? Ну, мы уже по АЛОР много говорили, вы когда выходили, значит, тампончик выбрасывали, мы говорили о том, что, ну, это завтра я скажу, что гайморита прекрасно лечится корнем цикламена, луковицы цикламена, ее настаивают в глицерине со спиртом и дальше закапывают в нос. Еще у меня есть некоторые хорошие рецепты, я вам это дам в следующий, ну, завтра. А вы как начать с фитерапией сегодня? Как лучше с вами? Ну, я думаю, что мы с пиявками сегодня как-то вот так вот... Не много времени? Ну, мало, ну, ничего, будем в телеграфном темпе там что-то записывать, что-то не записывать. Нет, давайте мы с пиявочками сегодня вот то, что попросили, сейчас вот расскажем. Да, значит, лор, лор, это понятно, что это все, это, значит, ориентируйтесь так, выше диафрагмы, значит, мы работаем шея, руки, подмышечная область и, естественно, голова. Вот, мы вам поставили замечательно, вы у нас просто вот прекрасно, что вы нас на это стимулинули, на то, чтобы поставить на носовую перегородку. Это очень, кстати, нечасто бывает. Вот, поставили. Дальше, значит, куда еще мы ставим при проблемах отолерингологических и, кстати, и с глазами когда проблемы. Это, конечно, за ушами, область за ушами. Вот, значит, сосцевидные вот эти вот отростки. Вот, дальше, вся шея, вся шея. С шеей работаем как? Это и банки, ничего страшного, банки на шею ставим, и вам тоже ставили, да, правильно? Вот, это и банки, это и пиявки. Шейные зоны мы с вами немножечко уже проходили. Сзади это вдоль позвоночника паравертебрально, спереди это вот эта вот мышца, которая у нас натягивается, да, грудиноключица, сосцевидная. Это и щитовидка, это и фосоигуляриз. Она тоже имеет отношение как бы, да? То есть, да, 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 совершенно верно. Куда мы еще ставим пиявок при, вот, на лице? Сейчас мы возьмем атлас. Да, да, конечно, да. Он говорил, что вот во внутреннюю ямку, вот уха. Я не ставила никогда, честно вам скажу, я никогда не ставила. Может быть, оно, да, некоторые на точку акупунктуры ставят там нужную раковину, это же надо как попадать туда. Вот, значит, смотрите, какие еще зоны мы берем вот на шее. Это вот скуловые вот эти вот области, вот здесь вот. Вот он нижний череп. Да, 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 да. Можно немножечко вот на мягкие ткани поставить. Это подчелюстная слюнная железа, которая тоже гадости. Да, 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 лор, лор. Можно щупать? Да, конечно, вот вы ее прощупали. Она увеличенная болезненная, по одной пиявочке, ну, немножко ближе вот к скуловой дуге, вот к этой вот, к углу, вот этому, да, вот примерно тут вот, да. Это раз. Дальше. Вот то, что мало кто знает. Козелок. Козелок. То есть, так, сейчас мы бокового его возьмем. Вот он, козелок, чтобы было понятно. Козелок это вот. Вот это вот, вот это вот, вот у нас торчит, да, вот он, вот это вот он. Т, Р, 21, Т, Г, 19. Вот если брать точки, Т, Р, 21, Т, Г, 19. Пиявку сюда посадить легко. Можно и в шприце ее посадить, можно ее и пинцетиком как-то так посадить. Она туда садится. Даже если она села подальше, ничего страшного. Так, а скула, видите, это и Г-17, и Е, и Е5, и Е6, то есть, простите, и Е6, и Е5. И Г-17, Е6, Е5. И туда, и туда можно, ничего не будет. За уши ТР-18, ВБ-12, пожалуйста, за ушами. Теперь, что касается на лице. Очень часто ставим пиявочек на точку ВБ-1. Это скуловая, вот эта вот, вот сама вот эта вот скуловая косточка, вот эта. Да, височная, простите, конечно, височная. Вот височная косточка ВБ-21. Точка ВБ-21. Дуга височной кости. Я уже забыла, естественно, анатомию, понятно. И очень хорошо поставить на ВБ-14. Это над самой верхней частью бровей. Вб-14. На середине бровей над зрачком. Когда вы смотрите прямо, зрачок установили, два пальчика вверх, она иногда бывает болезненной, очень часто она бывает болезненной. Вот эту точку тоже мы берем, да. Ну и, наконец, фронтальная пазуха, это межбровная, это у нас третий глаз, это межброви. Вот сюда ставьте обязательно при лоз заболеваниях. Даже если у вас фронтальные пазухи чистые на рентгене, все равно. И, значит, что касается лор-постановок. Значит, нос можно ставить на крылья носа, на крылья носа очень хорошо. Нет, подождите, крылья носа, это вот кость, это костяная часть. Да, вот, вот где вы показываете, вот крылья носа, это косточка. Там внизу, под ними находятся вот эти вот синусы, которые забиваются гноем и грибами, да. И можно ставить вот сюда, но сюда попасть довольно трудно. И это точки, носогубные, да, не совсем носогубные. И эта точечка называется ИГ-18, ИГ-18. Вот запишите дома, там, если вы атлас приобретете, вы с этим очень легко разберетесь. Вот, то есть это вот место, где у нас вот эти вот ноздри, да. Она, да, она активная, она болезненная. Понимаете, в чем дело? Вот эта точка у нас сильная очень, да, и вот эта точка очень сильная. Я сюда не ставила никогда, честно вам скажу. А вот здесь вот у нас точка молодости, вот здесь вот, вот здесь точка молодости. Если говорить о косметологии, вот тут вот, вот. Поэтому если вы сюда пьявочку поставите, плюс, простите, забыла, Галина? Да. Галина. Плюс если мы поставим вот сюда попьявочке, брыли наши, да, гравитационный птоз, да, вот сюда попьявочке, это то, что у нас, что такое брыльки? И это отложение всякой гадости в мышце лица. Если вы начнете ее разминать, Александр Тимофеевич наверняка вам показывал, прокатывать, прокатывать, но я на себе не буду, если на ком-то, если хотите, покажу, оно уйдет. Вот, гравитационный птоз, пожалуйста, покажу. Гравитационный птоз, он связан частично и с этим, не только с дряблостью мышц, накапливается там все, понимаете, прокатали, поставили пьявку. Отток лимфы, отток крови, растаскивание. В следующий раз начали, ой, а уже не так больно, да? То есть вот это вот, косметология, вот здесь вот, и вот здесь вот одну. Второй подбородок, да? Или носковый? Да прямо вот, вот где они у нас максимально, где у нас максимально падают? Вот сюда. Это вот как раз точка, мы ее отмечали, какая-то вот там, сейчас я уже не помню какая, еще разочек, сейчас скажем, и Е5, точка Е5. Вот точка Е6, она больше имеет отношение к околоушным слойным железам. Вот здесь вот, да, вот здесь вот, вот сюда тоже можно ставить. Вот то место, вот это место хорошо, что вы мне напомнили, очень хорошо, то место, где ухо прикрепляется к скуле, да, тут очень много лимфоидной ткани, тут околоушная слойная железа. Пожалуйста, ставьте сюда и сюда. Понимаете, как бинтовать-то удобно? Поставили по одной на козелочке, поставили по одной сюда, одну сюда и одну сюда. И кругляшочком забинтовали эластичным бинтом. А лицо кровит? Нет, лицо кровит не сильно. Лицо кровит не сильно. Вот сюда ставьте обязательно, точка молодости, точка красоты, убирание двойных подбородков. Вот, и вообще, что касается косметологии, ну, понятно, что изнутри лучше. Лучше красоту свою изнутри. Как бы, да. Ну, если уж совсем выхода нет, тогда прибегаем. Как вы ставите, как часто? Ну, часто-то не надо. Это же очень сильная процедура. Часто не надо. Нужно, чтобы это все заросло, зажило. Ну, в общем, лицо мы с вами разобрали очень, так сказать, очень подробно. И при том и лечебную, и косметическую часть. То есть, все то, что мы делаем по лечебной, оно же и на косметику работает. Ведь раньше же, известный дошедший до нас исторический факт, перед тем, как идти на балы, девушки, женщины ставили себе за уши пьявочки, да, на сосцевидные отростки, для того, чтобы мгновенно кровь закрывается, глаза, сияние, расширенные зрачки, цвет кожи персиковый, понимаете? А закрывается быстро, иначе как они на балы-то пойдут? С прокладки, что ли, из-за ушей торчают? Нет, конечно. Вот, поэтому все это, вот, все, что касается... Держись массаж, пожалуйста. Давайте. Вот, смотрите, значит, вот, значит, да, значит, это самое интересное, что Александр Тимофеевич был первый, кто об этом заговорил. Я случайно попала на косметологическую... Он сделал целый сметан был. Вот, видите? Значит, я попала на косметологическую выставку, где какой-то француз сдавал мастер-класс. И я от нечего делать пошла этого француза послушать. Он показывал эту методику. Абсолютно. Вопреки установившимся традициям косметическим, все вверх, да? Что нам говорят косметологи? Все вверх. И этот француз, у которого не слабая косметическая школа и практика, он делал не так. Он делал все вниз. Он брал складку. Прямо вот точно, как Александр Тимофеевич. Прокатывал ее вниз. И прокатывал. Он говорил, у нас лимфатический проток грудной впадает туда. И он туда это все направлял. Понимаете? То есть он гнал лимфу. И вот он это, вот эта складочка берется, она не выпускается уже. Вот, больно. А вы себя прокатаете, и вот это уйдет. Вы совершенно моложавая, абсолютно моложавая женщина. Вот это вот все от они просто. Это не возраст. Вот. То есть складка берется, она не отпускается. И она, да. И она прокатывается вот так. Я еще люблю вот так пройтись. Вот так, вот так, вот так. Вдоль. И до. Да, от уха до уха. Вот так вот. Но самое главное, что мне это, слава богу, показал, француз, снял вот этот запрет. У нас же кругом запреты. Животы не трогать, подколени не трогать, грудь не трогать, подмышки не трогать. Все трогать. Вся эта, понимаете, вся вот эта кухня, это корпоративный сговор. Все мы можем, помимо косметологов, где только вошел в кабинет, уже 100 евро у тебя нету, да. Мы все можем сами. Вот так вот, вот, да. Вот так вот. Мало того, вот эти вот штучки надо вот так вот, вот их надо вот так вот поддавить, да. Больно, да. Вот. Вот когда не будет больно, вот тогда будет хорошо, появятся вот эти вот, вот эти щечки. Вот. И здесь то же самое. Вот основная-то у нас масса вот, 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 вот. И вы идете по шее вниз? Да, по шее вниз, по шее вниз, прокатывает только. Ну, конечно, когда уже человек лежит, и мы сзади него, то понятно, что нам удобно вот так работать. Вот, а это именно вот, именно вниз. И я стала так делать, и вы знаете, очень хорошо у пациентов, да. Ну, и я тоже в бане регулярно. Еще маленький секрет, значит, мед с солью, мед с солью. Значит, вот вы себя прокатали, да, дальше вы наносите на лицо толстый слой меда и толстый слой морской соли, только мелкой, только мелкой. И лежите, ну, конечно, в глаза не надо, чтобы это попадало, на глаза там что-то можно даже закрыть, и лежите минут 10-15. Влагу притягивает. Да, соль, нет, соль, она оттягивает все токсины, все вот она на себя как бы вот берет, мед питает, мед защищает, и потом одновременно очищение происходит. И если вы медом без соли сделаете себе медовый массаж лица, вот, кстати, о косметологии, при том с выдираниями прямо вот, просто вот так, как вот мы делаем по телу, да, ну, медовый массаж все умеют, я думаю, да, вот, точно так же здесь, ничего, что будет небольшая апелляция. Это будет наутро просто девочка, на 10 лет, вот, 10 лет минус. Прокатать медовый массаж, мед с солью, наутро вас муж не узнает. По диабету, значит, по диабету очень, конечно, очень хорошо, что вы напомнили. Значит, пиявки сами по себе, конечно, не являются основным лечебным фактором при диабете. Но, значит, ставить пиявочек, присоединять их к лечению, к общему, если человек пришел на мануальную терапию, имея одновременно диабет, очень хорошо. Значит, печень и поджелудочная железа. О поджелудочной железе мы пока еще не говорили, хотя у меня вот целая тут книга написана по поджелудочной железе. Ну, не написано пока еще, но вот, как бы, материалов тут куча, да? Значит, вот поджелудочная железа. Где зоны проекции поджелудочной железы? Куда мы будем ставить пиявочек при патологии поджелудочной железы? Будь то диабет, что тоже, в общем-то, но это патология внутренней функции, там, островкилонгерганса, это внутренняя секреция. Но и при панкреатитах, при патологиях ее наружной секреции, экзогенной функции, тоже все те же самые зоны, разницы никакой нет. Понятно, что поджелудочная железа расположена где, кто, так сказать, знает и не знает, догадаться несложно. Вот она, поджелудочная железа, видите? Вот она тут изображена, да? Она располагается от пупка приблизительно на ладонь, вот так вот вверх, да? Две трети ее расположены тело и хвост, вот пупок на ладонь. Тело и хвост расположены с левой стороны, чуть задраны к селезенке хвостик, чуть-чуть. А головка расположена справа, головка расположена справа. Головка находится, видите, в петле 12-перстной кишки. То есть мы, когда ставим пьявок, мы не можем сказать, что мы ставим пьявок на поджелудочную железу. Мы берем весь этот узел. Это и сфинктеродия, которая под 12-перстной кишкой открывается. Это и головка поджелудочной железы, если это правая постановка. Это отчасти и желчный пузырь, который там немножечко, чуть сбоку на них накладывается, да? И когда мы идем на левую часть, да, на левую сторону, то мы берем, значит, тело и хвост. Тело и хвост. Надо лучше черненьким. Вот, значит, головка, тело и хвост. То есть мы от человека, вот не зря говорят, при панкреатитах, опоясывающей боли, мы как бы чуть выше талии, приблизительно так, ну, может быть, на несколько пальчиков, на 2-3 пальчика выше талии, проводим мысленно, вот, как бы очерчиваем полосу. И ставим пиявочек вот в эту вот, как это называется, это называется средний эпигастрий, мезогастрий. Верхний эпигастрий, это у нас, вот, эпигастрий, да, расхождение ребер. Верхний эпигастрий, это у нас желудок, да, сфинктеродия. Средний эпигастрий, мезогастрий, это у нас как раз 12-перстная кишка, головка поджелудочная и вот это вот тело-хвост. Ну, а нижний эпигастрий, это где уже ребра, как бы, заканчиваются, там уже поперечная, ободочная идёт и почки, вот. Так что вот приблизительно так вот. То есть мы как бы человека вот по средней линии ставим пиявочек и по мезогастрию несколько штучек, там, 3-4. Можно парочку на правую сторону поставить. Мы захватываем и поджелудочную, и головку, то есть, и, то самое, значит, петлю 12-перстной, и головку поджелудочную, да, и отчасти желчный пузырь берём. И на тело, проекции тела, точнее, понятно, что поджелудочная железа находится практически на задней поверхности, почти забрюшинно, да, то есть она ближе к спине расположена. Но в то же время мы из живота её можем пиявками пробить. Теперь, что касается ещё других зон. Помните, мы говорили с вами правая лицикальная область? Правая лицикальная область. Это вот как раз, кстати, у нас рисунок, всё совпадает. Значит, правая лицикальная область и три пиявочки поставить. Три пиявочки. Да, они имеют связь с поджелудочной железой. Это то место, где тонкий кишечник переходит в толстый, и отсюда идут рефлексы на поджелудочную железу. Так, значит, смотрим руководство из нашей таблицы, смотрим со спины, иннервации поджелудочной железы, со спины. Т6, Т12, больше слева. Больше слева. Но справа-то у нас головка, а головка, это чаще всего поражается, чаще всего бывает отёк головки, чаще всего она поражается. Поэтому, как нам найти Т12? Да очень просто. Свободное ребро, Т12. И поднимаемся на 6 позвоночков вверх. Раз, два, три, четыре, пять. Аж вон до нижних, до середины межлопаточной области можно ставить. Понимаете? От 12-го ребра до середины межлопаточной области. Это всё отходит веточки к поджелудочной железе. Поэтому иногда бывают боли в спине, связанные с проблемой в поджелудочной железе отчасти. И наоборот. Плохая спина, остеохондрозы, там всякие изменения, грыжи и так далее, дают наводку на поджелудочную железу. Всё взаимосвязано. То есть, на позвоночник, да? Больше слева. Больше слева. Но помним, что головка-то у нас справа, да? Поэтому справа тоже надо немножко взять. Но, может быть, не так много, как слева. Это раз. Дальше. Значит, это что касается вот... Вот отсюда отходят веточки, иннервирующие поджелудочную железу, да? И головки. Головка у нас расположена, ну, приблизительно вот где-то вот так вот, где-то в этом районе. В районе 10-го, 11-го ребра, да? Со спины, если брать. Ближе к 12-му даже, возможно. Вот. Нет, нет, повыше, повыше. 9-е, 10-е ребро. Головка-то она повыше. Это хвост уже вниз уходит. Вот. Значит, поэтому, помните, мы рисовали долго и нудно эту арию нуда, да? И это же не только печень. Это же иннервация поджелудочной железы, головки. Просто мы многослойные. Мы же не плоские, мы многослойные. Если мы ставим пару, тройку, четверочку пиявок на эту арию нуда, мы одновременно берем и поджелудочную железу. То есть правую сторону обязательно берите, хотя пишут, что поджелудочная слева, но она не вся слева, она только на две трети слева. Основное, что малигнизируется головка там, то есть онкология, возможно, отеки, главный проток поджелудочной железы, если он в спазме, если там кальцинаты. Все. Это катастрофа, это уже больной человек, у которого приступы бывают очень часто. Вот что касается, значит, панкреатитов поджелудочной железы и то же самое диабет. Никакой разницы. Привести в порядок надо поджелудочную железу. Особенно диабет второго типа. Диабет второго типа. А вот межпозвонковые грыжи, пиявки как-то? Межпозвонковые грыжи хорошо убирают боли. Пиявки хорошо убирают боли. Боли, да, боли. Вылечить грыжу надо закачивать мышцами, закачивать. Это методики Бубновского, когда там аппаратное закачивание идет. Это банками замечательно, банками. Вот этот вот аппарат, который приобрел Олег Хазов, прекрасная штука для лечения грыж. Ну, закрепить как бы это все. И, значит, снять боли, чтобы это все как-то легче лечение проходило. Замечательно пиявками. Притом там система полостая. Где болит, там и ставим. Где болит, там и ставим. Так, значит, по коже псориаз больные у меня были. Кожные с псориазами. Прекрасно, прекрасно поддаются псориаз лечению нашими методами. Не полному, как бы окончательному излечению, но очень хорошие длительные ремиссии. На год хватало. На год. То есть печень, почки. Повторяться не буду. Все зоны печеночно-почечные. И непосредственно бляшки. Значит, делала медовый массаж в перчатках, честно говоря, потому что немножко брезговала. Хотя, в общем-то, заражение не происходит от пациентов. Значит, медовый массаж. Ноги были все покрыты вот этими вот псориатическими вот этими чешуйками. И после медового массажа на эти очищенные, относительно очищенные вот ноги ставила пьемпиевочки. Очень хорошие. До года ремиссия. Вот. И, конечно, это очищение кишечника, печень, почки. Вот это все. В основном вот это вот задействовано. Теперь, что касается других кожных заболеваний. Очень важный момент. Я не успела вам сказать. Сейчас я эту схемку вам начерчу. Могла бы, конечно, я и не на фитотерапии начертить, но все-таки. Значит, так. Кожа. Кочки. Легкие. СНС. Кожа слизистая. Так вот пишем. Слизистые. Кожа слизистые. Все. Все слизистые. Теперь, значит, смотрите. Мы знаем, что мы развиваемся из эмбриона, да? Эмбрион состоит из трех листков. Эктодермы, мезодермы и эндодермы. Так вот, эктодерма, экто, это нарушенное. Эктодерма, да? Все, что сделано из эктодермы, всю жизнь, это один инкубатор. Всю жизнь существуют кластерные связи между всем, что сделано из одного листка. Так же мезо, так же эндодерма. Все органы, которые здесь написаны, содержат огромное количество, не только, но огромное количество эктодермальных образований, развившихся из эктодермы. Вся кожа и слизистые, все почки, почки практически все, легкие, слизистые легких, и центральная нервная система, да? Поэтому, вот сейчас здесь нет педиатров, но когда педиатры бывают, они говорят, действительно, дети с центральной, дети с диатезом, у детей это особенно ярко, имеют проблемы с нервной системой. Они все невротики, да? Очень часто плюс, детки, просто у детей это намного ярче, например, у детей легче, страдают еще и бронхиальной астмой, да? Плюс еще возможны какие-то проблемы с почками, но может и не быть, и плюс у них поражены слизистые желудочно-кишечного тракта. Все слизистые везде. Это и слизистые бронхов, выстилки бронхов, да? Вот, и это и почечные, выстилающие почку лоханки, да? Ну, и центральная нервная система. То есть связь между этими органами, кластерная, кластерная связь, это вот то и значит, что они образовались из одного, да, вот, как бы образования, вот, кластер, один кластер, как бы, да? Один файл, как бы так вот, если говорить современным языком. Поэтому, уважаемые коллеги, помним, что все проблемы кожи, копайте либо почки, может и не быть все задействовано, да? А может быть и все. Либо почки, либо легкие. Курильщики, убивайте свою кожу, убивайте своих бактерий, желудочно-кишечный тракт, слизистые, да? Вот, все заболевания, связанные с кожей, как правило, имеют связь с центральной нервной системой, то есть невротические состояния, да? Особенно диатезы, нейродермиты, экземы, вот это вот все, да? Вот, и вообще трудно сказать, возможно ли вот эта вот, наверное, связь, вот эта вот связь наиболее сильная, почки, легкие. Вот, она очень сильная связь. Вот, так что вот, если эту схемку иметь перед глазами, печень выпадает, печень это мезодерма в основном, да, там, селезенка, там, нефроны, они немножечко, как бы там, другое имеют происхождение. А вот это вот все кожи, слизистые, центральной нервной системой, почки, легкие. Ведь, смотрите, у китайцев меридиан тонкого кишечника и легких, да? А тонкий кишечник, это вот, слизистая желудочно-кишечная тракта, да? Тонкий кишечник у нас сердце, сердце, а толстый кишечник, это легкие, да. Тонкий кишечник легкий, а тонкий? Тонкий сердце, тонкий сердце, да, тонкий сердце, вот. Это исходный материал? Да, да, не исходный материал, а связь между ними, энергетическая связь между ними, да, энергетическая связь, ну, если брать представление, китайской медицины, да. Да, 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 да. Тонстый кишечник всегда связан с лёгкими Да И теперь по суставам Немножечко как бы да Ну о суставах мы так по ходу немного говорили Вот значит Значит по суставам следующее Суставы крупные Очень крупные суставы Такие как колени, голеностопы Голеностопы даже в меньшей степени Колени, тазобедренные И плечевые суставы Да Это как бы считаются как дополнительные чакры Они играют очень важную роль В организме человека И известно что Правый коленный сустав связан с печенью С желчным пузырем Левый связан с поджелудочной железой Теперь какая связь у плечевых суставов То же самое Правый плечевой сустав связан с печенью Левой с поджелудочной железой Все то же самое Как бы да То есть основные органы Основные суставы Вот Значит Если брать именно геродотерапию Вот в чистом виде То на суставы можно ставить пиявок Можно Вот Единственное осторожненько смотрите Чтобы иногда бывает у очень худых С тонкой кожей Бывает иногда Возможен прокус сосуда Мелкого сосудика Да Ну тогда Мы знаем Да 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 Тоже правая сторона Правый Левый Левый Вот Значит Теперь что касается Тазобедренных суставов До них добраться труднее Да Вот И вообще-то Тазобедренные суставы Это немножко другое Как бы вот Они немножко другую функцию несут У женщин Они Их Их Дисфункция Связанная с климаксом Она не зря связана с климаксом Это Гипоталямус Гипофиз Это вот эти эндокринные нарушения Вот То есть Вы обращали внимание Что Чем ближе женщина к климаксу Тем хуже состояние Ее тазобедренных суставов Значит Соответственно Надо работать Гипоталямус Помимо того Что сами тазобедренные суставы Мы Смотрим Откуда они иннервируются Это копчик-крестец Оттуда выходят нервы Крестцовые Нижняя часть ромба Михаэлиса Вот Это непосредственно Над суставом Мы можем ставить банку Потом пьявку Да Сами Вот эти вот Вертлужные такие вот Эти вот выступы Да Самые наши ушки нижние Да Вот И Одновременно Обязательно не забывать Вот эти центральные постановки То есть это щитовидная железа Да Правильно Щитовидная железа И Межбровья И вот ВВ-21 Да Да Бойхоя Потому что это в большей степени Дисгормональное состояние Чем Собственно Артрозное Вот такое вот состояние Вот Но бывают и чисто артрозы Артриты Тогда просто Ставим пьявок В проекции сустава То есть Кладем человека на бок Как вот при анусе Да На бок На правый бок Лег Работаем с левым суставом На левый бок Работаем с правым суставом Вот Работаем там И банками И выстукиванием И пьявками И очень хорошо Уходит боли Очень хорошо Я собственную маму Лечила таким образом Она на несколько лет забыла А на полгода Ходила в какой-то Ревматологический центр Ей делали массаж Так было хорошо Пока делали Как только прекратить На следующий день Она мне звонит И говорит Ладно Согласна Бей меня Я ее отстучала Чернота синева Была жуткая По суставам Но зато Вот Слава богу Вот уже два года Она меня ни о чем не просит Буквально Два-три раза выстучила Коленки Такое Отдают Мама Не горюй Я била Собственные коленки И коленки своих пациентов Вот приходит Вообще Вы знаете Вот какой Я вам таким секретом поделюсь Вот вошел человек Пациент Вот только в кабинет И говорит Ой вы знаете Что-то у меня левая лопатка чешется Все Это не он Это его организм Его устами Говорит Так сегодня работай с левой лопаткой Или например Вы уже себе составили план Я там буду ему то-се А он заходит Говорит Да что-то у меня Вот что-то Я пух как-то Что-то у меня под глазами плохо Значит все Вы начинаете работать Соответственно там С тем Что считаете связано с этой зоной Да 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 Совершенно верно Вот Поэтому Прислушивайтесь всегда к пациенту Или если он вам говорит Ой что-то Малифина Что-то сегодня так не хочется Пьемка Не надо Не ставьте Только хуже будет Вот Вот сам Организм умный Они вот сами нам подсказывают Как Куда Вести Вошел Что сказал первый То и будет То и делайте По крайней мере Может быть не весь сеанс Не надо весь сеанс Этому посвящать Но немножечко Хотя бы вот Уделите этому Внимание Вообще пьявка Обладает Очень хорошим Гармонизирующим Таким успокаивающим Действием Эзотерическим Таким Гармоничным действием На организм человека Под пьявками Очень часто засыпают люди Потом После первой постановки пьявок Вообще Говорят Я спал как младенец То есть вообще Обладает вот таким Успокаивающим действием Поэтому как-то Специально Чего-то там лечить Пусть если он нервный Как бы Проходит курс Обычно это связано С тонким кишечником С патологиями Очень часто Такие вот Бывают проблемы Вот Теперь что касается Стоматологии Значит Стоматология Это целая Как бы большая тема Это в общем-то Целая лекция Была большая Да На курсе Но если говорить Уже об этом Сценографическим Как бы таким языком Значит Писались диссертации Несколько диссертаций Третий мед Значит На Долгоруковской Там вот этой вот Улице Дмитрия Долгорукова Значит Там Кафедра стоматологии Про педевтики стоматологии Писались диссертации На тему Сочетанное лечение Перидонтитов Вот Значит Стоматологическим И плюс Геродотерапевтическим Я к ним в это время Как раз ходила Лечила зубы Они меня потом Послушали Я пошла к ним зубы лечить Прямо в баночке На подоконнике Стояли эти пьявки И они их ставили пациенты То есть они промывали Карманы там Да Как все правильно Все как положено А потом ставили пьявок Значит Пьявки ставятся так же Как вот мы видели На слизистую Носовой Перегородке Еще даже проще Еще даже проще То есть Человек Смыкает рот Ну если там зубов нету То конечно Вот так же держать За хвост Как я держала Вот Приподнимается Перчатки конечно Одеваются Приподнимается Складочка Щечная Да Обнажается Слизистая Где можно Но обычно Дальше Пятых Четвертых Пятых зубов Мы туда Не лезем Обычно Но это не надо И ставится На саму складку На саму складку То есть это Либо нижняя складка Если это нижние зубы Да Либо это верхняя складка Если это верхние зубы И все Радиус действия 10 сантиметров Я помню Как я сама на себе Вот экспериментировала Мне надо было спасать Там пятый Шестой Или седьмой зуб Я купила Знаете Трубочки такие бывают Пластиковые Ну вот Для Там воды Там Для самогонных аппаратов Там Пластиковые трубочки Такие Вот Я ее отрезала Я в нее засунула пиявку Я эту пиявку туда куда-то Это были пустые совершенно хлопоты Достаточно было поставить Вот впереди Вот по одной Да Там справа Слева Где надо Вот И можно конечно и снаружи Вот эту вот зону тоже брать Подчелесную И околоушную Подчелесную и околоушные Слонные железы И непосредственно на Вот складки Вот эти Козелок Вообще они просто Для этого Верхняя и нижняя челюсть Соединяются Да 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 Тоже можно Вот кстати при проблемах Челюстных суставов Вот иногда они хрустят У некоторых бывает Тризм Да Это тризм называется Кажется Да Тоже очень хорошо ставить Вот на Да На козелок И вот на этот вот Массив Вот понимаете Тех вот у кого Спазм все время Этих мышц Жевательных У них очень такие Красивые сейчас Модно такие Широкие скулы Но они на самом деле Очень мучаются У них зубки стесываются Они ночью вот все время Спазм Это говорит о глубоком неврозе Поставить вот сюда Вот пиявочек Вот на эти мышцы Прям непосредственно Куда болит Туда и ставим И оно Расслабляет Пиявки вообще Вот если на нервную Систему брать Они расслабляюще действуют Так вот Гармонизирующе Нельзя ничего начинать Я же вам приводила пример Моей собственной мамы Которая вся отекла И опухла Когда я полезла Ей за уши Понимаете Ну зачем вам это надо Да все по схеме Но когда вы на второй Или на третий раз Лучше дошли досюда То тогда вы уже делаете Ага Это проблема Это здесь Тут То есть можно сразу Несколько штучек поставить Вот как бы А во рту Когда ставят крови Крови бывает много Но она недолго идет И сплевывать Всего доброго Сплевывать Прям вот лоточек И человек сидит и сплевывает Иногда даже Даже можно немножечко Чуть-чуть перекисью Там приполов Ну так Чуть-чуть Выплюнуть конечно перекись Не глотать Приполоскать И вот все время Он лоточек сплевывает Можно даже пойти к раковине Там где-то вот туда сплевывать Вот Достаточно быстро То есть пациента не отпускайте Как он будет там На улице где-то Да ему некуда сплевывать Не отпускай Пусть он посидит где-то В коридоре с лоточком Или в кабинете Посплевывает Но это минут вот 10-15 Вот не больше Чем вот Вот так вот Так что да Стоматологические делаем Да Но опять же Помните пожалуйста Если гной Если это уже Сформировался Как это называют правильно Гранулема с выходом Да Вот С гнойным выходом Пусть сначала Хирург ее вскроет Почистит Если надо Если гранулема Такая вот С воспалением Или вот бывают Гаймориты Одентогенные То есть гайморит А он Как бы С зубом Имеет связь То есть корень зуба Врос в гайморовую полость И вот Постоянное воспаление Воспаление Потому что идут Из гайморовой полости Инфекция В корень зуба Значит тогда надо Этот зуб Естественно удалить Хирург это должен удалить Там сейчас Как-то это все Заживляют Как-то сейчас Существуют методы Подсадки даже Костной ткани А дальше пиявочек И наружно в проекции И Значит туда внутрь Пожалуйста ставьте Держа их Плотненько за хвостик Синяки очень редко Но бывают Бывают синяки Даже вот от наших прокатываний Это все зависит От того Какие сосуды Но они проходят быстро Быстро Вы знаете У меня даже есть Одна пациентка Постоянная Которая периодически Ко мне приходит Я ей ставлю банки На лицо Она в 58 лет Так молодо выглядит Она ходит Неделю над ней Ржут все коллеги Но когда синяки проходят Это моложавая женщина Которой больше 50 не дашь Но она так вот Она говорит У меня нет возможности Ходить к косметологам Я себя так поддерживаю Да В понедельник Вы нормально Пойдете на работу Какие-то точечки Где-то будут Но не более того Но только я вас призываю Конечно Себя сначала испытайте Там где-то В других местах Что у вас все нормально За ушами Это тоже, кстати, уши Это тоже улучшение Кровообращения Всего Всей головы А потом уже идите Непосредственно туда Куда вы хотите Косметически Косметически тоже, конечно, работаете Я видела коллегу Моя одна коллега Ставила себе пьявочку На кончик языка На кончик языка Значит, существует мнение Что самое быстрое снижение Артериального давления Это кончик языка Мало кто даст поставить На кончик языка Но мы, как медики Можем проэкспериментировать При гласитах, кстати При гласитах При воспалениях языка Ставят на язык пьявок Ну, немножечко Не договорили По гирурготерапии Вот, значит Очень важный такой момент Который вот Если не будет других вопросов Это вот будет тот Что мы расскажем Сейчас и завершим Ошибки Наиболее часто встречающиеся ошибки При проведении гирурготерапии Врачами И даже с очень большим стажем Докторами То есть я была Очень удивлена Когда обратила внимание На это Но понимаете Причина в чем Вот Когда докторов обучают В очень серьезных Научных институтах Там, да Российская академия Последовательного образования В высшей степени Великолепные научные знания Дают Нет ни одного занятия Где бы показывали Ну, говорили Чисто практически Так, это туда Так, пьявку За этот Грубо говоря Хвостик держим Прикладочку там Или прокладочку Так ставим Как бинтуем То есть вот такой вот Чисто вот Ну, технологической части Просто нет Это считается Что это как бы Ниже нашего там Достоинства врачебного Но на самом деле Это не так Потому что Тут же начинаются ошибки Ну, во-первых Начнем с самых таких Самых серьезных ошибок Именно не осложнений А именно ошибок Которые я не устаю повторять Это сразу начинают лезть На те зоны Которые человек приходит И заявляет Вот входит в кабинет И говорит Так, у меня болит Левая нога Там левая пятка У меня там шпора Ставьте мне на левую пятку И мы ведемся Как говорится На эту просьбу Как говорил Вот мой учитель Гомеопат Гениальный Совершенностериковский Я на него Не устаю ссылаться Он мое врачебное Мировоззрение сформировал Хотя я тогда уже был Достаточно зрелым врачом Когда он на моем пути Встретился Он говорит Так, уважаемые коллеги Доктора Там и вообще целители Никогда не делайте фокусов Фокусов не надо Вот вас просят Снизить сахар Опа, мы снизили сахар Не надо Это не лечение Это вот как фокусник Кролика вытаскивает из шляпы Это не Это всегда приводит Потом к очень нехорошим последствиям Потому что организм очень умный Он знает Зачем он поднял сахар Он знает Зачем он поднял холестерин Он знает А мы не знаем И вот мы начинаем Бороться с симптомом Переводя проблему Совершенно в другое русло Возможно более глубокое И потом это вот Или у меня язва Оп, мы там лазером замазали Заклеили А она взяла И, как говорится Извините Не дай бог Там переросла в малигнизацию Или еще во что-то Вот Это вот такой принцип Не делать фокусов Поэтому это же относится К герудотерапии Не надо фокусов Человек пришел И в первый же сеанс Ему Например, миома там Или Какие-то воспалительные процессы Гениталии Или там мужчина Говорит, что вот у меня Простатит И сразу туда Уже не говоря о том Что очень Вероятность осложнений Может их и не быть Но вероятность осложнений 50% Зачем нам рисковать Какими-никакими Но все-таки документами Тем более дипломами Это первый момент И второй момент Это не приведет К глубоким Длительным результатам Это даст Сиюминутный Быстрый временный эффект Вот Мало того, что пациент исчезнет Он не будет пролечен целиком Потому что организм Надо целиком лечить А не кусками Да Вот И он просто Как бы не пройдет то Что вы могли бы ему дать Вот Не получит этого Поэтому Это первая главная ошибка Может быть схема Будет не такая длинная Как я вам рассказала От печени И до пятки Может быть Это будет более сокращенный вариант Но всегда нужно Идти Понимая Что мы Как бы все-таки Это немножечко методика Такая чуть-чуть целительская Немножко В этом все-таки есть Поэтому не все врачи Ее признают Мы должны как бы Ну я об эзотерике Естественно не говорю Это не наше Как говорится Дело этим Занимают совершенно Наши люди Посвященные в это Священники Там и так далее Вот Но Мы все-таки должны помнить Что есть какая-то небольшая В этой методике Маленький элемент Какой-то вот мистики Такой Мы немножечко Очищаем Прочищаем организм Пробиваем его Сосуды Как бы вот Раскрываем Прочищаем И мы должны помнить Что главный у нас сосудистый орган Печень И мы должны Туда все направлять И сверху И снизу Лимфатические У нас и верхние И нижние грудные Лимфатические протоки Они впадают в сердце То есть Это опять же В правые отделы сердца Это опять же Все вверху Поэтому мы идем Вот от этих вот Это первая ошибка Вот Вторая ошибка Это Не устаю тоже повторить По количеству пьявок Что бы там ни говорили Любители Вот обычно мужчины Этим грешат К сожалению Мужчины У нас любители Сильных Таких Мощных воздействий Но мы-то люди Сейчас Современные Мало Слабые Мы Мы невыносливые Мы все страдаем Синдромом хронической усталости Всякими остыниями И так далее И Очень-очень Нужно ориентироваться На статус человека То есть Если вы видите Ослабленного человека Тем более С низким гемалобином Для этого даже Я говорила Не надо посылать на анализ Достаточно посмотреть Склеры Глаз И вообще На общую бледность На ногти И так далее Вот Очень часто Барабанные палочки Ногти в виде Барабанных палочек Вот говорят Это хронические гнойные Заболевания Почек Бронхоэктаза Простите Легкие бронхоэктазы Там Какая-то хроника Или алкоголизм И не только Это хроническая анемия Многолетняя хроническая анемия Это палочки Утолщения на пальцах То есть Пальцы имеют форму Не Не Вот Пальцы Пальчики Не вот такую Как положено А вот такую Вот Называется Барабанные палочки Вот Это признак Хронической интоксикации Организма Но не только И хронической анемии Тоже Вот Поэтому ориентируйтесь На эти показатели Не надо много Двумя Тремя Пятью Максимум Семью Пьявками Можно сделать Намного больше Чем Наставив Как говорится 20-30-50 Вы пациента Потеряете Просто он больше Не придет Следующая ошибка Это упаковка То есть Как бы Обработка пациента После После того Как он Вот Уже получил Сеанс гердотерапии Тут два Есть момента Во-первых Иногда очень слабо Упаковывают И человек В дороге Просто протекает То есть Обязательно Это должен быть Большой Ёмкий Желательно С желирующими Компонентами Какой-то Либо Простыня Либо Большое количество Прокладок Лучше положить Одну лишнюю Вот мы вчера Не доложили Вере И нам пришлось Переделывать Хорошо Мы здесь все Да Мы быстренько Все под руками Мы сделали А если человек Поехал В транспорте Где-то Или Не важно Даже в собственной Личной машине А если ему еще Целый день Надо работать Кто его Перебинтует Поэтому Такой тонкий момент Старайтесь иметь Какие-то такие Недорогие Материалы И давать им с собой Пациенты всегда Бывают очень благодарны На всякий случай Возьмите с собой Пару прокладочек Или кусочек Вот этой вот Одноразовой пеленки Она же режется Замечательно Вот Это первый момент Второй момент В некоторых Медицинских центрах Ратующих за стерильность Призывают к тому Чтобы после снятия Пьявки На ранку Кровоточащую Клали стерильную вату Или стерильный бинт Против стерильного бинта В принципе Я не возражаю Хотя и он тампонирует Он закрывает Отток крови тоже Это рыхлая такая Губочка По типу гемостатической губки И кровотечения Будет намного меньше Чем надо организму Вот В случае Если пациент Страдает обильными Сильными кровотечениями Это можно сделать И нужно Но в случае Если мы хотим Сбросить кровь Если наша задача Кровопотеря Именно То есть Наша задача Кровопускания То мы ни в коем случае Не должны тампонировать Ничем стерильным Не надо этой стерильности Там и так Все хорошо Просто предупредить Пациента Что вы придя домой Прокладку поменяете Особенно когда жара Потому что кровь Это Бактериальная Питательная среда Чтобы там не было Нагноения Но иногда Запах крови Не от нагноения Бывает неприятный От того что Выходит кровь с запахом Вот Просто свежая кровь Выходит с неприятным запахом И значит Еще такой момент Тоже ратующий За стерильность Медицинские центры И даже в некоторых Литературе Иногда Медицинское По пьявкам Я встречала Протереть Значит Участок Куда мы будем Ставить пьявок Спиртом А потом Значит Смыть водой Очень Весьма Сомнительный совет Протирать спиртом Никогда За 12 лет Я никогда Спиртом не протирала А если протирала То пьявки садились Намного хуже Потому что вода Все равно не убирает У нас же пористая кожа Вода Все равно До Основательно Запах спирта не убирает Нужды в этом нет Потому что укусы пьявки В принципе Достаточно стерильны За исключением Аэромонс гидрофил Но это другая история Если она агрессивна Это только на фоне Ослабления человека А если человек ослаблен То там и спирт не поможет Потому что Аэромонс гидрофил Все равно И при любой стерильности Попадет И начнет свои Так сказать Вот Значит вот Как бы Ну вот Такие вот Как бы самые Я считаю Грубые ошибки Это Мы с вами поговорили Вот это вот Тампонирование Под прокладки Или под пеленки Сверху Оно не нужно Оно закрывает ранку Оно не дает крови Секать так как надо В то же время Мы можем этим воспользоваться Если нам наоборот Не нужно сильное кровотечение Мы можем Сделать туда вниз Под прокладочку Вот эти вот Рыхлые тампончики Какие-то там Да Положить И туго забинтовать Но тогда в этом случае Не пленкой А эластичным бинтом Туго забинтовать Все-таки эластичным Вот И не надо конечно Пользоваться Особенно волосатым телем Ни скотчами Ни пластырями Это очень болезненно И пациент Не будет вам благодарен Ну вот В общем так вот Как бы Вообще ошибки Конечно ошибок много Но мы по ходу Много о них говорили Это то просто О чем мы не успели сказать И то что особенно Особо хочется подчеркнуть О челюстных суставах Применить на гирурготерапии В дополнении Вот к суставам Просто мы когда Говорили о всех парных суставах Вот Они у нас все практически парные Да Хочу сказать следующее Что у нас есть Как у нас есть органы Коррелирующиеся друг с другом Там щитовидная железа Печень Предположим Да Легкие почки Они похожи Легкие почки похожи Да Ушки Легкие почки По форме даже похожи Да Также у нас есть Там щитовидка печень По форме похожи Функции сходные Да В организме Также у нас есть и суставы Которые как бы коррелируются Друг с другом Голеностопы Тазобедренные И челюстные суставы Они в принципе Немножечко Как бы вот Энергетически Эзотерически связаны Вот И если есть проблемы С тазобедренными суставами Очень часто возникают Проблемы с голеностопными Ой простите С челюстными суставами Почему-то вот с челюстными Именно Да Да И даже сторонность сохраняется Поэтому Помня эту связь Челюстные И тазобедренные Мы Лечат Простите опять Челюстные суставы Не забываем про тазобедренные Тазобедренные суставы Мы вчера так вскользь Немножечко сказали И банки И выстукивания И массаж Естественно Обычный Традиционный И пьявки Конечно Вот пьявки Это со всех сторон Можно брать Это и паховая область Вверх-вниз По партовой связке Это и непосредственно Сама вертлужная Вот этот вот Выступ Да Это и сзади Помните мы рисовали Смотрели ногу сзади Это под Складочкой Да Под этим бананчиком Да В середине И даже можно На саму ягодию Суставить Леча При этом Одновременно Генитальные проблемы Ну а челюстные суставы Это тоже как бы Да Ставим непосредственно На челюстные суставы На Да Можно на два Козелок Козелок Вокруг сустава Вот тут заодно И обычно Если сустав болен То Ну как-то есть Какой-то вот Очаг инфекции Да Под челюстная Слюная железа Вот Затистуется тоже В этот В этот процесс И Просто Ставим Вот пьявок Это достаточно просто И бинтовать В общем В общем Ну не сложно Не очень эстетично Но лучше это делать зимой Когда можно одеть В какую-то шапочку Там да Вот Или ближе к вечеру Ну я просто вариант Если к вам пациент пришел И вы его лечите Ну Ну Я не делаю как бы рекламу Этому методу Автор этого метода Григорий Максимов Мы Это не является темой Нашего семинара Выстукиваем рукой Александр Тимофеевич На своих семинарах Слегка тоже Вскользь этого касается Выстукиваем рукой Но вы знаете Что интересно Ко мне Несколько лет назад Ходила семейная пара Они пришли Узнав о том Что ведь в Москве Очень мало Кто занимается Этой методикой Она очень Энергоемкая Для врача Она очень трудоемкая Так вот Ко мне пришла На прием семейная пара Они пришли Именно на выстукивание Много лет назад Они ездили К какому-то Коцелителю Чуть ли не в Тверь Который выстукивл Их лопаточками Такими из дерева Вырезанными лопаточками Он вот так же Точно как мой рукой Он стучал лопатками Специальной длины Там как-то Я не видела Говорить не буду Добиваясь того же эффекта Того же эффекта То есть Тоже выступали Вот эти синяки Узлы венозные Прямо выходили Мы не будем На это Как бы вот отвлекаться Просто потому что Ну это Это не мое Это не моя тема И нельзя все объять Но в принципе Методика очень Очень интересная Очень сильная У нас массовый Врач Катролит Что он будет Украсть Пластмассовыми Бутылками Да, тоже Тоже Есть ли у человека Шок И например Нет возможности Добраться К медицинской помощи И нет-то Вигила Там Что делать Ой Знаете Бог миловал Слышала Что можно дать Спиртное Вы знаете Да Да Когда Ну если только Не потеряла сознание Когда Вот почему Я все Никак Не обучусь И не хочу Даже Наверное Не пойду я На Апитерапию Да Лечение Пчелами У моей коллеги Вот Которая мне Рассказывала Случай Когда женщина На пороге больницы По ступенькам Больничного здания Поднимаясь И укусила пчела Именно пчела А не оса И она на пороге больницы Сразу умерла Ее не успели Даже до реанимации Довести Я не делаю Антирекламу Этому методу Кто благословлен на это Тот делает и работает Прекрасно Да Вот Анафилактический шок От укуса пчелы Снимают Рюмочкой водки Или рюмочкой спирта Там Да Он всегда у медиков Должен быть в кабинете Естественно Когда мы о кабинете говорили Экипировка кабинета Я даже не стала о спирте говорить Естественно Он должен быть у всех Вот Но С пиявками Честно говоря Я никогда Был у меня случай Я вам скажу Такое Может быть Немножко плохо Очень сильнейшие боли были У одного молодого человека Просто Такие А я с огромным трудом Наставила ему пиява Как раз на промежность Вот на эту вот область Точки ВГ1 Вот между анусом И мошонкой У него были такие боли Что он говорил Все я не могу больше терпеть Снимайте И тогда я пошла Хорошо У меня был запас коньяка 56 градусного армянского Я налила ему рюмку коньяка И дала Прошло? Да И прошло Он расслабился Успокоился То есть там еще истеричность Истероидность такая была Плюс такая зона Но я вам этого естественно Официально не рекомендую Но как крайний случай Да Как крайний случай Возможно Но нашатырь всегда иметь Нашатырь Но нашатырь-то боль не снимет? Нашатырь не снимет Но в сознание Вот Приведет Да Это конечно очень Вот увлечение подколами Подколами Ведь А вот хорошо Эта тема тоже Сейчас мы чуть-чуть ее осветим Одна из ошибок Тоже герудотерапевтов Их прям в ошибку можно записать Значит Можно человека ввести в состояние Анафилоксии Страшное состояние Делая подколы Крови пьявочные ему Это методика Которой Мы много лет назад Предтеча увлекалась Мы делали это Под влиянием Владимира Алексеевича Савинова Глубоко уважаемого Все Он великолепно Он очень Такой продвинутый человек Все Ну у него на это легкая рука Понимаете А вот у меня например нет Или там у вас нет Да Кому-то вот как говорится Господь благословил А кого-то нет Поэтому Это очень большой риск В предтече был случай Когда откачивали человека На шатырем Слава Богу Привели в сознание Ну просто вот уже До вызова скорой То есть эта методика такая Пьявку Насосавшейся крови человека Протирают спиртиком снаружи Вот Вкалывают иглу Да Вынимают оттуда Миллилитр Какой миллилитр 0,1 миллилитра Крови 0,1-0,2 Разводят физраствором И дальше вводят Либо по точкам Акапунктуры Кто знает чего Да В микродозах Либо вводят массово Там в одно место Если это Лечение гинекологии То надлобковая область Да Мария Филипсовна А вот Александр Тимофеевич Говорил о том Что Аутогемотерапия Вместе Вот с секретом пиявок Вот я об этом и говорю Не на физрастворе А на собственной Вот я об этом и говорю Понимаете Я об этом и говорю Можно ввести в анафилактический шок Александр Тимофеевич Господь так его устроил Что у него получаются такие вещи Которые никто не может сделать Понимаете Я вас просто предупреждаю Что риск очень велик У меня у самой лично был случай Когда я вводила таким образом Пациентке Поясничную область То есть я на ранних Так сказать Своих еще этих этапах Целительства Этим занималась Я брала кровь Развела физраствором Вела очень сильные У нее были проблемы В поясничной области Очень сильные Вела в поясничную область И у нее началось такое нагноение Холодное нагноение То есть оттуда шел гной Да Может быть это был дренаж Согласно средиземским представлениям Может быть оттуда выходили Вот эти так называемые Миазмы Ненаучным языком говоря Но это было так страшно Это только благодаря тому Что меня поддерживало Это не предсеча Это был другой медицинский центр Я тогда в другом центре работала Меня поддерживали доктора этого центра Мы всем коллективом Ее успоколивали и лечили Представляете Если бы она попала в больницу И рассказала бы Что мы с ней делали Мы бы просто все Лишились бы лицензии и дипломов Особенно сейчас Это было 10 лет назад Я вам не советую рисковать Просто это большой риск Если вы без медообразования Вы можете Грубо говоря Попасть на скамейку Подсудимых А если вы с медообразованием То можно потерять документы Это очень большой риск Ауто гемотерапия Великолепный метод Вы можете применять его Как мы видели Александр Тимофей сделал Большими подколами Прямо 20 мл крови Вводятся те зоны Которые вы хотите пробить Великолепно работает Рассасывание происходит Второй вариант Вы берете Меньше В меньшей крови Разводите Собственную кровь Физраствором Или не разводите И вводите По точкам Акапунктуры А мы об этих точках С вами много говорили Если вы немножечко Атлас купите Вы и сами Это все легко освоите Вводите микродозы Подкожно По точкам Акапунктуры Ничего не будет Собственная кровь Будет Это называется Синеология Как это сказать Герудосинеология Если вы пиявок Ставите по точкам Акапунктуры Прямо термом Герудосинеология От слова Сина Чина Это Китай Китайская медицина Мезосинеология То есть вы мезотерапию Проводите по точкам Акапунктуры Гомеосинеология Когда вы Хелевские растворы Ампулированные Вы знаете конечно Все о них Разные есть хелевские растворы В ампулах Для внутримышечного Внутривенного введения Тоже вы можете Мезотерапевтической иглой Вводить по точкам Акапунктуры Это не является целью Нашего темы Нашего семинара Поэтому только вскользь Останавливаться на этом Мы не будем Но такой вариант Он безвреден Будет небольшая Возможно краснота Будет небольшое раздражение Но это не приведет Никаким трагическим Или для вас Тяжелым последствиям Вот Ну что Переходим К Да Когда мы работаем С ногами При перевозном Наширении Мы обе ноги Работаем Не обязательно Нет Вообще-то конечно обе Даже если Хуже одна Но не бывает Что одна хорошая Одна плохая Можно не обязательно Сразу одновременно Две Можно сначала одну На следующий раз Другую Да Если вы например Решили на одну ногу Поставить сразу Штук 15-20 Вторую не надо Не трогайте А если вы решили Идти по точкам Акапунктуры О которой мы с вами Оговорили Там же получается 5-6 пьявок На одной ноге Пожалуйста 5-6 на одной 5-6 на другой Сзади Да На следующий сеанс Перевернули Вам просто неудобно Будет с двух сторон Ставить Вы положили на живот И обрабатываете Ноги сзади Пьявками Да 4-5 на одной 4-5 на другой Вот вам вы уложили С нормы 10 пьявок Следующий сеанс Он пришел Перевернули 3-4 на одной 3-4 на другой Спереди Опять упаковали Все Потому что Вот эти вот Когда Вот в тазы Там чего-то Там с двух сторон Делают Вот это Я не очень люблю Хотя В принципе Если вы Очень торопитесь У пациента Очень мало Времени Он просит Вас Вот Быстрей Быстрей И он Хорошо Вынослив Герутерапии Положить Пациента На бок Значит Сначала Сделать Переднюю Постановку Ну Предположим Берем Гениталии Надлобковую Область Сначала 3-4 пьявочки Поставить Положить На бочок Пьявки Присосались Все Они не упадут Положить На бочок И обставить Крестец Кобчик Пожалуйста Это не запрещено Пробить С двух сторон Вот Но Не увлекайтесь Количеством Ну Это хорошая Постановка Вы одним Памперсом Большим Пациента Закройте Ему будет Очень удобно Он будет Хорошо упакован И вы Объединили Два Как быть Две зоны В одном сеансе Вот Это Всегда Очень Выигрышно Можно В принципе Так К этому Прибегать Да Да Они же только На впрыскивание Куда и обратно Не обязательно Они могут и поработать Минут 10-15 Можно поработать Да Да Особенно если Это не молоденькая девушка Гипотоник с анемией Да А если это нормальная Так сказать Полнокровная Женщина с лишними Так сказать Какими-то отечными Моментами Да Пусть поработает Пусть поработает Ничего страшного Ну Та же частота Не чаще Чем раз в неделю Не чаще А можно и реже Александр Тимофеевич Сошлюсь На него рассказывал Про одного Его Так сказать Ну Как бы Знакомого Герутерапевта Который своей жене Убирал под глазами Так сказать Вот проблемы И ставил По 3-4 пиявочки Вот правда Действительно Делал это все Под прямо Вот под На нижний век Короче говоря Ну не близко Глазу Подальше Александр Тимофеевич Говорил что Эффект был неплохой Очень даже неплохой Вот Поэтому И следов Не осталось Ну я даже видела Может быть вы ее Ну в общем Одну девушку Которая делала Глаза И другую Которую делала Без пиявок Вот Там полторы недели На нее можно было смотреть Это самое Значит Да В общем лицо Можно Да Лицо Без пиявок